Мы в Азербайджане. За моей спиной центральная площадь Баку. Площадь появилась здесь в 30-е годы. Руководству республики нужно было место для проведения парадов и шествий, поэтому недалеко от набережной расчистили землю, снеся старые портовые сооружения. Здесь же построили дом правительства Азербайджана. Сначала это место называлось площадью Сталина. После смерти вождя и развенчания культа личности его имя убрали, и площадь какое-то время вообще оставалась безымянной. В 1955 году здесь поставили памятник Ленину и, недолго думая, назвали площадь его именем. Ну а сейчас это Площадь Свободы. Название дано, конечно же, в честь отделения Азербайджана от СССР. Сегодня я расскажу вам, как Азербайджан жил в составе Советского Союза и как живет сейчас. Азербайджан. Страна для России сразу и близкая, и далекая. Это все вранье. Они все врут. И я бы закрыла этого Соловьева. Он купленный армянами в собственном соку. У нас есть общая граница, а в России живет более полумиллиона азербайджанцев. В Баку почти все говорят на русском языке, а на местных зданиях еще можно найти серб и молот. Я только хотел рассказать, что здесь не очень любят, когда что-то снимают, как к нам уже идет сотрудник полиции. Почему нельзя снимать? При этом официальный Азербайджан русскому языку и советскому наследию давно предпочитает Турцию. Азербайджан изначально при всех вариациях всегда будет ближе к Турции. А российских миротворцев в Нагорном Карабахе здесь многие считают защитниками армян. В Москве, видимо, очень важно было сохранить контроль над двумя республиками, иметь какую-то возможность влиять на дальнейшее развитие событий в регионе. Сегодня мы поговорим о том, как живет Азербайджан, страна огней. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. После распада Союза Азербайджан добился роста по многим показателям. Здесь стало больше населения, улучшилась ситуация с промышленностью, а рост экономики оказался одним из самых больших во всем бывшем СССР. А вот с демократией в стране не сложилось. Что же здесь вместо демократии? И как весь этот рост был без нее достигнут? Давайте смотреть. А пока ставьте лайки и пишите комментарии. Они очень важны, чтобы я видел, что моя работа над проектом не прошла даром. Азербайджан называют страной огней из-за нефти и газа, которые залегают близко к поверхности. Если станет слишком жарко рядом с огнем, то можно отправиться куда-нибудь на север. А билеты найти с помощью сервиса для поиска дешевых авиабилетов Aviasales в Азербайджане. Ссылка на него в описании к этому ролику. Первые государства на территории современного Азербайджана возникли около трех тысячелетий назад. Самыми крупными из них были Кавказская Албания и Атропотена. Именно это название, как считают историки, со временем преобразовалось в слово Азербайджан, что означает «страна огней». Арабы принесли на эту землю ислам, а тюрки, это такая группа народностей, дали Азербайджану язык, отличающийся от языков остальных народов Закавказья. До 18 века Азербайджан был частью Персии, но затем эта империя ослабла и уже не могла контролировать свои провинции. На современной территории Азербайджана образовались полунезависимые ханства. В начале 19 века в ходе нескольких войн Россия присоединила все эти ханства к себе. Так Азербайджан стал частью Российской империи. Он влился в состав Кавказского наместничества, которое включало в себя нынешний Азербайджан, Армению и Грузию. После революции и распада Российской империи в Азербайджане сложилось двоевластие. С одной стороны, существовали Бакинский совет и учрежденные Бакинская комуда, которые поддержали советскую власть. Их лидером был этнический армянин Степан Шаумян. В вооруженных отрядах Бакинского совета тоже было много армян. В марте 1918 года они организовали наступление на мусульманские кварталы Баку, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. В современном Азербайджане в память о тех событиях отмечается день геноцида азербайджанцев. С другой стороны, на власть в регионе претендовал Закавказский сейм с центра в Тифлисе. Этот орган в апреле 1918 провозгласил создание Закавказской демократической федеративной республики. Она просуществовала всего несколько недель. 28 мая 1918 года члены мусульманской фракции Закавказского сейма провозгласили создание Азербайджанской демократической республики. Так Азербайджан впервые в своей истории обрел независимость, став первой республикой исламского мира. Несколько месяцев продолжалось противостояние объединенных турецко-азербайджанских войск и отрядов Бакинской коммуны. Сначала удача была на стороне большевиков, но затем ситуация изменилась. На фоне военных неудач Степан Шаумян и его соратники по коммуне покинули Баку, передав власть в руки Временного правительства. Они направились в Астрахань, однако по дороге их задержали, вернули в Баку и отправили в тюрьму за измену. В сентябре 1918 года 26 деятелей бакинской коммуны были расстреляны недалеко от города Красноводск. Сегодня этот город Туркменбаши в Туркмении. В СССР 26 бакинских комиссаров считались героями, павшими в борьбе за советскую власть. В их честь называли улицы, в Москве такая есть и сейчас. В сегодняшнем Азербайджане про бакинских комиссаров стараются не вспоминать. Во-первых, они противостояли законным, как считается сейчас, властям Азербайджанской республики. А во-вторых, это даже более важно, бакинская коммуна считается олицетворением армянского национализма. В сентябре 1918 года войска Азербайджанской республики при поддержке турецкой армии установили контроль над Баку, но власть республики продержалась недолго. Весной 1920 года Красная армия вошла в Азербайджан и уже через несколько дней взяла Баку. Когда в декабре 1922-го был образован СССР, Азербайджан стал частью Закавказской социалистической федеративной советской республики вместе с Грузией и Арменией. В 1936 году он стал самостоятельной республикой Союза, которая оставалась до его распада. О том, как в Азербайджане проходил выход из СССР, я поговорил с бывшим министром иностранных дел Торфиком Зульфугаровым. Когда вы поняли, что Советский Союз разваливается, в каком году? В какой момент уже стало понятно, что не спасти Азербайджан будет независимым? Я думаю, в году где-то, возможно, в 88-м, 87-м. Почему? Интересно, я просто, извиняюсь, а почему спрашиваю? Мы этот вопрос задаем разным политикам и свидетелям тех событий. И абсолютно все говорят, что до момента развал СССР никто вообще даже не подозревал. То есть, ни у кого, несмотря ни на какие события, никто и подумать не мог, что это махина, это государственное образование может развалиться. Но наша аналитическая группа состояла из очень молодых людей. И, как вы понимаете, у нас был какой-то взгляд на ситуацию, не имел инерции прошлого опыта. И когда возникли вот эти события в 88-м году, уже было однозначно ясно, что такая проблема, как межнациональная политика, она является самым слабым местом в государстве. И вот такое вот метание вот этого центра от одной конфликтующей стороне к другой и так далее означало, что проблемы нарастают. Я думаю, что я где-то в 87-й может быть рано, в 88-й уже к декабрю думал, что эта проблема нерешаема, потому что возникли, как по одному сценарию, целый ряд конфликтов национальных. Интересно, что именно в Азербайджане впервые была принята декларация о независимости от Советского Союза. Случилось это в Нахичеване. Нахичеване автономная республика, она отделена от основной территории Азербайджана Арменией. Так вот, на чрезвычайной сессии Верховного Совета в Нахичеване 19 января 1990 года была провозглашена независимость автономии от Советского Союза. Естественно, тогда это решение осталось только на бумаге, никто независимость тогда не принял, но позже уже к примеру Нахичеване последовали и страны Прибалтики, и Грузии, и сама Россия. И Советский Союз распался. Причиной такого решения Нахичеванской автономии было усиление конфликта между армянами и азербайджанцами и неспособность союзных властей как-то навести порядок и этот конфликт решить. И люди здесь задавались вполне закономерным вопросом, если помощи от центра ждать не приходится, то зачем тогда этот центр нужен? Какие претензии, вот если можно было высказать, претензии советской власти? Ну, претензии достаточно, их большое количество. У меня лично они заключаются в том, что Азербайджан не мог получить все преимущества от своих богатых ресурсов. Азербайджан многое получал, так сказать, скажем, от других республик стран, но то, что за годы советской власти из Азербайджана было вывезено, экспортировано, скажем так, более миллиарда тонн нефти, то если бы эта нефть оставалась здесь, я думаю, что Азербайджан бы сейчас жил бы лучше, чем Дубай, например, и другие Эмираты. Поэтому в данном случае экономическая претензия. И, конечно, основная у меня претензия заключается в том, что Советский Союз как государство, обладающее идеологией, параметры которой, в общем-то, декларированные параметры которой, ну, в общем-то, сопоставимы с другими параметрами других идеологий стран, в конкретной ситуации, когда изгонялось такое большое количество людей из своих домов, не захотело защитить их права. Я уже рассказал про конфликт в Нахичеване, но главной точкой столкновения между армянами и азербайджанцами стал Нагорный Карабах. Эту территорию считают своей священной землей оба народа. Армянин скажет вам, что Карабах, а точнее Арцах, всегда был армянским. Азербайджанец возразит, что Карабах много столетий был частью Азербайджана. В 1921 году эту территорию, населённую преимущественно армянами, большевистское правительство решило оставить в составе азербайджанской СССР. С 1991 по 1992 годы урегулированием карабахской проблемы занимался депутат парламента Расим Мусабеков. Вообще-то ведь никакого Нагорного Карабаха исторически никогда не было. Есть исторический регион Карабах, который назывался. Был Карабахское ханство, а потом, ну, всё время говорили о Карабахе. Так вот, четыре пятых населения Карабаха состояло из азербайджанцев. Нагорный Карабах был искусственно выкроен. Из территории Карабаха те, значит, сёла, значит, поселения, в которых армяне составляли большинство, они были выкроены, созданы искусственно. Так называемая Нагорно-Карабахская автономная область. Армянская сторона, как вы знаете, она говорит, да, что проблема была заложена ещё при становлении Советского Союза, когда были вот так вот проведены границы. Вообще проблема изначально, что граница была проведена неправильно, из-за этого потом всё это возникло. Ну, да, я согласен, что границы были проведены неправильно, но, так сказать, со знаком наоборот. Потому что, ну, если мы возьмём население Еревани в начале века, то там почти 60% было азербайджанцев. Если мы возьмём сегодняшний Зангизур или, как они называют, Сюник, там доминирования азербайджанского населения было ещё больше и так далее. В Азербайджане никогда не существовало такого понятия, как Нагорный Карабах. Всегда был Карабах. А Нагорный Карабах – это изобретение, так сказать, советского периода. Почему? Потому что невозможно вычленить какую-то провинцию. Потому что наши предки, они занимались в том числе и скотоводством. А это означает, что они зимовали на равнине, а, так сказать, летом отгоняли свои пастбища в горную местность. Поэтому такого понятия, как разделение Нагорной части Карабаха и Низменной, оно не существовало. На какой-то этапе времени, вот, вычлененная эта Нагорная Карабахская область, она, там, скажем так, количество населения армянского превалировало. Ну, по переписи 1987 года это было 127 тысяч и 38 тысяч азербайджанцев. В общем, тема исторического обоснования принадлежности земли, она тупиковая и она конфликтная. Поэтому она всегда и подбрасывается для того, чтобы разжечь конфликт. Изучением Карабахского вопроса долгое время занимался адвокат Аслан Исмаилов. В период создания СССР большая часть территории Азербайджана была отдана Армении. Вот, нынешняя Армянская ССР, если смотреть карты царской России, они идут как губерния азербайджана, губерния. Азербайджанскую принадлежность Карабаха защищает и один из основателей Народного фронта страны Зардушт Ализаде. Всегда, когда какая-то часть кому-то принадлежала, территория Соединенных Штатов Америки, когда-то принадлежала племенам красокожих андейцев. И мы можем сказать, что как так получилось, что Манхаттен, который принадлежал такому-то индейскому племени, стал вдруг большим американским городом, часть американского города. То есть, как получилось, что Карабах, начеленный армянами, стал в составе Советского Азербайджана и получил статус автономной области. И как так получилось, что 300 тысяч азербайджанцев, которые жили в Армении, компактно жили, составляли большинство на тех территориях, на которых потом образовалась армянская Советская Союза, они никакого статуса не получили. Но это было более политической власти Советской России. Они далеко глядели, высоко сидели. Они знали, что можно сделать так, чтобы потом получить вытягивание давления на заболевания. Во времена Никиты Сергеевича Хрущева, когда он передал Крым в Украину, Микоян, который был в то время близким человеком Никиты Сергеевича, его партнером, и в Политбюро, значит, начал намекать и говорить о том, что в Нагорный Карабах точно так же можно передать Армению. Что армяне Карабаха хотят воссоединиться с Арменией. Хрущев просто ему сказал, что я могу поставить тысячу армейских грузовиков для тех, которые хотят воссоединиться с Арменией. И незачем подобного рода вопросы националистические поднимать. Все, вопрос закрылся. Из-за этого решения Нагорный Карабах превратился в мину замедленного действия, которая ждала своего часа. Этот час пробил в конце 80-х годов прошлого века. 20 февраля 1988 года сессия народных депутатов Нагорно-Карабахской области обратилась к союзным властям с просьбой передать автономию из состава Азербайджана в состав Армении. Это было очень советское по своему духу обращение со всеми необходимыми отсылками к просьбам трудящихся. Но Политбюро ответило отказом, назвав инициаторов документа безответственными экстремистами и националистами. Это вызвало бурю негодования в Карабахе, а также привело к кровопролитию. После одного из митингов во время драки были убиты два азербайджанца. Летом 1988 года началось создание Народного фронта Азербайджана. Аналогичные организации к тому времени появились и в других советских республиках. Программа Азербайджанского Народного фронта во многом повторяла программу Народного фронта Эстонии, о которой я вам уже рассказывал. Впрочем, было и существенное отличие. Народный фронт Азербайджана требовал ликвидировать автономию Нагорного Карабаха и прекратить разговоры о передаче этой территории Армении. Эстонцы, понятно, таких требований не предъявляли. Наверное, у каждого были такие моменты, когда наваливается все в один день. Мало того, что нужно отснять несколько срочных роликов, съездить на пару важных встреч и успеть в аэропорт на рейс. К рабочим задачам добавляются еще и домашние дела. Заказать торт на детский праздник, починить телефон, найти сборщиков мебели и мастера, который починит стиралку. Искать исполнителя для решения бытовых задач можно на сайте Авито в разделе услуги. Ежемесячно его посещают 15 миллионов человек, чтобы найти сантехника, репетитора, массажиста, уборщицу или арендовать машину. На Авито услугах представлено почти 2 миллиона объявлений по всей России и 165 тысяч по Москве. Среди них можно найти довольно экзотические. К примеру, можно заказать массаж тибетскими чашами или арендовать мобильную баню. Чтобы найти нужного исполнителя, не понадобится заполнять анкеты и детально описывать проблему. В профиле каждого объявления уже есть перечень услуг. Вы просто выбираете того, кто вам больше понравился. К тому же при прямом общении с исполнителем вы можете договориться о комфортной и более выгодной для вас стоимости услуг. Объявления можно отфильтровать по стоимости услуги или ограничить поиск исполнителя района. К примеру, у вас сломался ноутбук и нужен срочный ремонт. Скорее всего, мастер из вашего района приедет быстрее, чем с другого конца Москвы. Если сейчас вы ищете человека, который выручит в решении бытовых проблем, тогда переходите по ссылке в описании к этому ролику и выбирайте нужного вам исполнителя на авито-услугах. Первая Карабахская война. Можно ли было вообще избежать вот этого конфликта? Нет. Я работал в Москве. Ну, к тому времени уже 14 лет жил в Москве, закончил там аспирантуру и руководил научной лабораторией межнациональных отношений. И понятно, что это была прямая сфера моих научных интересов. И мы шутили в то время, специалисты, что мы живем в эпоху обострения дружбы народов, потому что весь тезис был такой, что есть единый советский народ и все, значит, нерушимая дружба. Оказалось, что это все пропагандистская, скажем, шелуха, и она слетела очень быстро. Да, начался конфликт. Даже в Москве были сторонники, скажем, позиции армян. Нам приходилось оперировать к советской конституции, к праву. Так что этот конфликт начался там и в Карабахе под лозунгом перестройки. Хотя в конечном итоге все это вылилось в националистические движения и откровенный сепаратизм. И я думаю, что процессы, которые начались в Карабахе, это был детонатор, который в конечном итоге привел и к разрушению СССР. Первое крупное столкновение на межнациональной почве случилось в Сумгаите. Сумгаит — это город-спутник азербайджанской столицы. Его построили вскоре после Великой Отечественной войны фактически с нуля. Довольно быстро он превратился в важнейший промышленный центр Азербайджана. По замыслу партийных чиновников Сумгаит должен был стать образцовым советским городом. Городом, в котором нет места пережиткам прошлого. В Сумгаите мирно соседствовали азербайджанцы, армяне, русские, евреи. Но что-то пошло не так. Со временем обстановка в городе ухудшалась. Заводы строились быстрее, чем жилье и социальные объекты. От развития химической промышленности серьезно страдала экология. Сумгаит стал одним из самых грязных городов в Советском Союзе. На его окраинах выросли целые кварталы трущоб. Ну а полыхнуло здесь из-за Нагорного Карабаха. Многие азербайджанские беженцы переезжали оттуда в Сумгаит. Ситуация накалялась. 26 февраля 1988 года на центральной площади города начался митинг. На нем были озвучены требования сохранить Нагорный Карабах в составе Азербайджана. На следующий день пролилась кровь. На эти события есть две кардинально разные точки зрения. По версии армянской стороны, это были погромы по этническому признаку. Армян выводили из квартир, избивали, убивали ни жилей ни женщин, ни стариков, ни детей. Милиция, которая состояла в основном из местных жителей, фактически бездействовала. По версии, которой придерживаются в Азербайджане, дело обстояло не так. Трагедия, как многие здесь считают, была спровоцирована армянскими националистами при поддержке КГБ. Якобы они заранее расставили скрытые камеры по городу, чтобы передать отснятый материал западным телеканалам. Ну а сам погром по этой версии начал некий армянин, который выдал себя за азербайджанца. А этому предшествовал, значит, определенный период нагнетания атмосферы, ну такого противостояния между азербайджанцами и армянами, между азербайджанской и армянской республикой. В Сумгайте ничего не происходило. Это был мирный, межнациональный, молодой рабочий город. Абсолютно ничего не предвещало там какие-то беспорядки. Абсолютно. Ну, к этому предшествовали много событий. В 1983 году в Армении впервые была издана ихним общественным деятелем Зори Балаянам книга «Ачак». Эта книга с первой до последней страницы призывала к ненависти азербайджанам, азербайджанам и азербайджанцам. И призывал армянам, что надо Нагорный Карабах захватить и включить в состав Армении. Потом в 1985 году, как только Горбачев впервые был избран генеральным секретарем, Хан Занян, их общественный деятел был знаменитый, обратился к Горбачеву. И это письмо было распространено по всей Армении. Что без передачи Нагорного Карабаха Армении никакой перестройки не будет. В 1987 году член политбюро ЦК партии Гейдар Олег был выведен из состава политбюро. И дальше все пошло по ускоренному темпу. В 1987 году непосредственно перед сумгаицкими событиями, вот то, что было уже последней каплей, в Нагорном Карабахе, то есть это в какой-то автономной области СССР, одна маленькая область собрала сессию Верховного Совета, сессию местного совета, и приняли решение о объединении с Арменией. То есть это было, я юрист, по тем временам знаю законы, по тем законам это был государственный переворот. И никто на это не отреагировал. 27-го по 29-го идут беспорядки в Сумгаити, а в Сумгаити в пяти километрах стоит большая воинская часть СССР. И никто туда не вмешивается. Ни полиция, никто не вмешивается, чтобы предотвратить эти события. Есть заседание 28-го, то есть в разгар событий в Сумгаити идет политбюро ЦК КПСС. Министр обороны Язов выступает, есть синаграммы, эта синаграмма доступна, все могут читать. Язов выступает и говорит, что Михаил Сергеевич, там события неуправляемые, надо срочно объявить военное положение и вести войска. Дальше Чебриков, председатель КГБ, то же самое он повторяет, что там события уже неуправляемые, надо вести туда войска. Выступает Власов, министр МВД, то же самое он повторяет. И что говорит Михаил Сергеевич, как всегда, те, которые слушали его выступления, будучи генсеком, он, когда вопросы ему невыгодны, умел очень культурно прикидываться дурачком. И он говорит, нет, у нас демократия, надо привлечь общественность, дружинников. То есть идет бой, но он говорит, что надо привлечь не полицию, не войска, не КГБ, а дружинников, что предотвратить. Как бы ни обстояло дело, в действительности ситуация усугубила несвоевременная реакция центральных властей. Лишь спустя сутки в Сумгаид вошли войска. Они жестко разогнали толпу с помощью оружия. Только по официальным данным были убиты 6 азербайджанцев. Кроме них, опять же, по официальным данным, в результате их событий погибли 26 армян. Почти все исследователи считают это число заниженным. События в Сумгаиде советские власти постарались скрыть. О них не сообщали в СМИ, не было открытого судебного разбирательства над зачинщиками, а мотивами убийств называлось хулиганство. Первые столкновения между армянским азербайджанским народом начались в 87-м году. С того, что в Армении при поддержке Москвы партийное хозяйство, номенклатура, при поддержке также националистических элементов начали процесс этнической чистки. Естественно, этот процесс перетянулся на азербайджан. И в азербайджане тоже начались этнические чистки армян. Вот эти этнические чистки взаимные привели к тому, что в Азербайджане практически не осталось армян. За исключением того кулачка земли, где сейчас дислоцированы русские так называемые миротворцы. И в Армении один-два армянам осталось как образец, там никому не осталось. Почему армянам армянской диаспоре надо было побоище в Сумгаиде? Это была армянская диаспора. Потому что они потом на весь мир кричат, что азербайджанцы звери, с ними невозможно жить, и дальше захватят Нагорный Карабах. Они этого добились. Я сказал, что добились они. При всем цивилизованном мире территория Азербайджана, Нагорный Карабах, территория Азербайджана, вооруженными силами армяны захватили эти территории с помощью, естественно, советских, дальше российских войск. Захватили и 30 лет держали в оккупации. И никто в мире на эту тему не говорил. В начале 90-х армянские погромы охватили уже Баку. На главной площади собрались люди с требованием отставки первого секретаря Компартии Азербайджана Визирова. Вину ему ставили то, что он не защищает права азербайджанцев в Карабахе. Власти утратили контроль над ситуацией. Все это привело к кровавой развязке. В ночь на 20 января советские солдаты штурмовали советский же город Баку. Сюда было введено 26 тысяч советских военнослужащих. Одним из командующих тогда был Александр Лебедь. А приказ о вводе сюда войска отдавал Дмитрий Язов, тогдашний министр обороны СССР. Через полтора года, в августе 91-го, он отдаст приказ о вводе войск уже в Москву. Да, Дмитрий Язов будет один из лидеров Государственного комитета по чрезвычайному положению или ГКЧП. Конечно, сопротивляться регулярной армии город не мог. Танки легко смяли баррикады, солдаты вели беспорядочную стрельбу, стреляли по окнам, стреляли по случайным прохожим. К утру город был захвачен, штаб Народного фронта ликвидировали, лидеров Народного фронта арестовали. В ту ночь в Баку погибло более 130 человек. 22 января практически весь город вышел на похороны жертв этой трагедии. И азербайджанцы уже не простили Москве такую жестокую расправу. Какое-то время Москва еще контролировала Азербайджан. Вроде бы удалось все это дело удержать. Но, как показала история, длилось это недолго. Жертв той ночи, 20 января, похоронили в парке имени Кирова, тогда он так назывался. Теперь вот эта стена с захоронениями называется Аллея Шахидов. И здесь, что важно, если посмотрите, совершенно разные фамилии. Не только азербайджанцы, есть и евреи, и татары. И это люди, это случайные жертвы, которые просто подвернулись в ту ночь советским солдатам. Я не хочу сказать, что армяне Карабаха жили припеваясь. Они жили, как все советские люди. Никакого этического угнетения не было. Армянский ученый из МГУ, Пиромова и Ханит, она написала исследование о миграционных потоках из Нагона Карабаха. И выяснилось, что самый мощный поток миграционный из Карабаха шел куда? В Баку, в центр, где Туркис, как бы, правильный. Потом в остальные города Соединенных Союзов и только на третьем месте дерево. Я сказал, что многому Карабаху должны поддержать жителям Карабаха. Нужно провести приватизацию земли и землю отдать живущим там армянам, азербайджанцам. Они уже имеют очень прочные навыки, собеседство, проживание. Вместе будут трудиться, торговать. На территории Армении азербайджанцы, ну, уже когда разваливался СССР, их было там порядка 200 тысяч. Ведь у них никакой автономии не было. Армяне, которые живут в Грузии, в Джавахе, их тоже там очень много, компактно они проживают, никакой автономии не имели. Азербайджанцы, больше 250 тысяч, которые жили компактно на территории Грузии, они никакой автономии не имели. В самом Баку жило больше 200 тысяч армян. Без всякой автономии, мирно, довольны. До сих пор бакинские армяне со слезами на глазах говорят о том, что их жизнь поломалась в результате вот этого движения и мечтают о приезде в Баку, о возвращении в Баку. Несмотря на все противоречия с центральной властью, республика провела референдум по сохранению Союза в марте 1991 года. 93% респондентов высказались за то, чтобы оставить СССР. Азербайджанское руководство участвовало в создании нового союзного договора, который планировалось подписать в августе 1991 года. Однако 19 августа группа партийных и силовых руководителей попыталась захватить власть в стране, сместив законного президента Горбачева. Произошел путь ГКЧП. После его подавления советские республики начали одна за другой принимать декларации независимости. Азербайджан сделал это одним из последних 30 августа 1991 года. После этого война в Карабахе стала неизбежной. Хотя даже оппозиционеры Азербайджана к независимости не сильно стремились. С самого начала у нас движение так и называлось. Народный фонд Азербайджана в поддержку перестройки. Мы хотели. Вот как на съезде КПСС было как разгрошено. Новые мышления, больше прав. А мы говорили, что нужно, вот там ЦОПИЛ, мы просим перемен. Перемены же просили. Ни разрушения просили, ни распада цены просили. Мы хотели увеличить экономическую самостоятельность республики. Грузия, Армения были однозначно выход из СССР. На Кавказе единственным Азербайджан население было сторонником сохранения СССР с более преувеличенным правом республики. У нас даже в начале 90-х годов, когда в постсоветском пространстве были проведены референдумы остаться в СССР или нет, Азербайджан был одним из немногих стран, которые изъявили желание остаться в составе СССР. Полномасштабные военные действия в Карабахе начались в конце 91-го года, когда оттуда ушли советские войска. Значительная часть оставленного ими вооружения досталась карабахским ополченцам. Это была крайне жестокая и грязная война. Обе стороны обстреливали мирные селения и прибегали к этническим чисткам. За годы конфликта буквально все армяне покинули Азербайджан, а в Карабахе не осталось ни одного азербайджанца. Более миллиона человек стали беженцами, а общее число жертв за годы конфликта с обеих сторон составило около 30 тысяч человек. О сложности карабахского конфликта мне рассказал историк Ариф Юнусов. Мы сегодня иногда забываем, что когда Карабахский конфликт начинался, он начинался не как конфликт между Арменией и Азербайджаном, а как конфликт внутри Советского Союза. То есть, попросту говоря, тогда Советские Союзные Республики были что-то вроде, скажем, российскими мерками, губерниями. Вот это был конфликт между двух губерний или тогда официальный республик. Вот почему, скажем, Азербайджане долгое время все надежды возлагали на Москву. Вот почему, скажем, в Азербайджане руководство, даже когда уже было ясно, что Советский Союз уже распадается в 91-м году, и уже, скажем, было известно, что армяне уже стали создавать вооруженные отряды аж с 89-го года. Когда в Азербайджане власти не шли на это, Муталибов прямо текстом говорил, что есть Москва, Москва все будет держать под своим контролем. И когда уже даже СССР распался, мы стали независимы, в 92-м году в ходе заседания парламента там вызвали министра обороны и прямо ему задали вопрос, сколько в Азербайджанской армии военнослужащих. Ответ был ужасающий, всего 150 человек. На самом деле на фронте Карабахском боевые действия тогда вели не отряды азербайджанской армии, а многочисленные добровольческие батальоны, в основном по партийному признаку, в большинстве добровольческие батальоны Народного фронта, были других партий, были отряды самообороны местных жителей, были также отряды внутренних войск, были ОМОНовцы, потом стали ОПОНовцами. То есть самая настоящая каша. Тот период даже доходил до того, что на помощь азербайджанцам приходили из других советских бывших республикопредставители. Скажем, из Средней Азии было, я знаю тогда. Да, кратко всего, где-то около двух месяцев, был небольшой численностью, где-то около 40 человек, отряд под командованием Шамиля Басаева из Чечни. Он, правда, всего два месяца и ничем особенно не отметился и ушли они. Вы, насколько известно, в 92-м году бывали, неоднократно бывали в Азербайджане, принимали активное участие в боевых действиях за освобождение Нагорного Карабаха. Как вы думаете, почему Азербайджан проиграл войну армян? А кто говорит, что Азербайджан проиграл? Чеченцы Басаева были не единственными наемниками, которые на стороне Азербайджана воевали против Армении. Если речь идет о наемниках, вот тогда, в 93-м году, в августе, появились первые наемники из Афганистана. Собственно говоря, они по национальности были не афганцами, не пуштунами точнее, а узбеки из отряда Дустума. Они направлялись в Югославию, наши перехватили, и около 2,5 тысяч воевали тогда на стороне Азербайджана, поскольку, повторяю, армии, по сути, не было, еще только-только создавалось. Именно вот благодаря вот этим афганским наемникам были достигнуты при Гейдар-Арио в конце 93-го года успехи на южном участке фронта, был отбит город Городис и те небольшие районы. Азербайджан был сильнее в военном плане, но неудачи первых месяцев кампании помешали ему добиться победы. Конфликт растянулся на несколько лет, причем ни у одной из сторон не было решающего преимущества. В мае 94-го года было подписано соглашение о прекращении огня. По итогам войны Нагорный Карабах получил фактическую независимость от Азербайджана, а армянские военные взяли под контроль несколько районов бывшей Азербайджанской ССР. Попросту говоря, начался в советское время конфликт, прошел через несколько этапов, и это нельзя тогда было воспринимать как войну от Азербайджана против Армении. Это было во многом, азербайджанская страна всегда была в роли догоняющейся. С одной стороны, вера была в Москву сильная, что Москва поможет. Все время апелляция была, не спешили создание вооруженных сил, недооценивали армян, которые, кстати говоря, тоже хорошо тогда сражались. Все это вместе привело к тому, что Азербайджан тогда первую войну просто-напросто проиграл. Мирное положение оказалось крайне неустойчивым. В последующие годы в Карабахе и вокруг него регулярно происходили столкновения и перестрелки. Все попытки окончательного мирного урегулирования карабахской проблемы зашли в тупик. Очевидно, что ситуация не могла оставаться в подвешенном состоянии вечно. Осенью 2020 года началась новая война. Азербайджан подошел к ней в намного лучшем состоянии, чем 30 лет назад. Всего за полтора месяца азербайджанцам удалось нанести поражение войскам непризнанной республики и регулярной армии Армении. В результате конфликта Азербайджан вернул те районы, которые не входили в состав Советской Нагорно-Карабахской области и те, которые она заняла во время войны в начале 90-х. Кроме того, Азербайджан получил территории Карабаха, занятые уже в ходе нового противостояния, включая Шушу. Столица Нагорного Карабаха, Степанакерт или по-азербайджански Ханкинди, остался под контролем непризнанной республики НКР. Он соединен с Арменией наземным коридором, который охраняют российские миротворцы. После мирных переговоров в регион вошли миротворцы России и Турции. Если называть вещи своими именами, это начиная особенно с 2016 года, Россия предлагала план, который стал известен как план Лаврова. То есть по Карабахскому конфликту долгие годы переговоры, которые шли, они привели к тому, что были созданы минской группы, так называемые мадридские принципы. Смысл заключался в том, что Армения поэтапно возвращает вот эти семь районов, и то не все, пять районов возвращают, а два района, Лачинский и Килибаджарский, остаются на потом, будут возвращены через энное время, когда уже конфликт будет решен и так далее. В обмен на это Азабадян давал согласие, что, во-первых, в регионе появятся международные миротворческие силы из многих стран, и плюс будет потом референов по статусу. Но вот Россия после 2016 года предложила план Лаврова, смысл которого сводился к тому, что Армения возвращает эти земли вокруг района, вокруг Нагорного Карабаха, а в регионе появляются российские миротворческие войска. Цель была в этом. Азабадян дал согласие на это, армянская сторона отказалась, потом Саркисян дал согласие, но там в Армении ситуация изменилась, революция к власти пришла Пашинян, который категорически отказался. Был плюс у него были плохие отношения с Путиным. В результате российская сторона, по сути дела, позволила Азербайджану начать боевые действия, гарантировав свое неучастие. По моему глубочайшему убеждению, если бы не Россия, война бы закончилась, может быть, не за 44 дня, пусть будет за 54 дня, может быть, даже вообще еще быстрее. Но закончилось бы так, что необходимость в наличии миротворцев не было бы. Ибо здесь просто нечего было бы делать. Во вмешательстве России в Карабахский конфликт в Азербайджане видят политический интерес. Почему Россия так вмешалась? Потому что у нее свои геополитические интересы. Потому что она хочет сохранить возможность как-то влиять на политику в регионе, на Южном Кавказе, влиять и на Армению, и на Азербайджан. Это, по-моему, так всегда было. Почему Россия изначально в 90-х играла активную роль в этом конфликте? Почему нам не давали с армянами остаться один на один? Потому что если бы мы остались один на один, и, говоря таким базарным языком, грубо говоря, мы бы побились, постукались, кто-то бы обязательно выиграл. И я убежден, что выиграли бы мы. И все, и конфликт бы закончился примирением, то есть подписанием какого-то мирного соглашения. Вот проигравшая сторона, вот победившая сторона. Все, сели, ты проиграл, я победил, подписали и закончили. Но не давали же, не давали это сделать не в 90-х. Фактически то же самое произошло и сейчас. Наличие миротворцев, ну потому что Москве, видимо, очень важно было сохранить контроль над двумя республиками, иметь какую-то возможность влиять на дальнейшее развитие событий в регионе. Впрочем, и сейчас Карабахский конфликт не остается урегулированным до конца. Только последние 10 лет Азербайджан потратил на укрепление своих вооруженных сил не менее 20 миллиардов долларов. Эти средства могли бы потрачены быть на развитие, на то, чтобы было бы больше школ современных, объектов здравоохранения. Люди получали более высокую, достойную пенсию, заработную плату. Но мы вынуждены были осуществлять эти расходы для укрепления обороноспособности нашего государства. И сейчас, к сожалению, мы вынуждены и продолжать эти военные расходы, потому что из Армении раздаются реваншистские различного рода призывы. Через 5 лет, когда уйдут российские миротворцы, Азербайджан восстановит полностью контроль над Карабахом. И это будет без стрельбы, без крови. Я очень надеюсь, что, во-первых, они точно уйдут. Я надеюсь, что они точно уйдут. Что не будет никакой пролонгации. Я надеюсь, что они реально уйдут. Во-вторых, я не то, что надеюсь. Я почти уверен в том, что так и будет, если не мешаются какие-то третьи силы и не начнутся опять какие-то непонятные вещи. Я надеюсь, что они уйдут. Да так и будет. Почему не должно быть так? Мир на этой земле должен когда-то наступить или нет? И он наступит. Я даже уверен, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет заключено раньше, чем уйдут миротворцы. То есть мирное соглашение может быть заключено вот уже сейчас. Мы к этому призываем. Пожалуйста, давайте заключим мирное соглашение. Что нужно для того, чтобы заключить мирное соглашение? Взаимное признание территориальной целостности. Как только Армения говорит, да, мы признаем территориальную целостность, мы-то их территориальную целостность признаем. Как только Армения говорит, мы признаем территориальную целостность, заключается мирное соглашение. Все, открываются все коммуникации, наложатся дипломатические отношения, посольство тут, посольство там, торговля, экономика и так далее. Все, мы к этому готовы. Для нас война закончилась. Россия себя позиционировала как союзница Армении. Был период, когда высокие политики из России называли Армению форпостом России на Кавказе. Потом в определенный момент этот форпост превратился в чемодан без ручки. И было ясно, что значение Армении для России все меньше и меньше. А вот значение Азербайджана возросло. Почему? Потому что я думаю, что Азербайджан предложил некую новую форму взаимодействия с Москвой. Когда первоочередными или значимыми факторами стало экономическое взаимодействие. Если речь идет об азербайджанских интересах, то мы выстраивали свою внешнюю политику не в противовес кому-то и не в поддержку общих принятых трендов. Мы позиционируем себя как демократы, либералы и так далее. И поэтому мы все вместе со всеми другими либералами начинаем критиковать Москву. Или наоборот. То есть мы всегда исходили из того, что это было и при Гейдаре Алиеве, и при нынешнем президенте. То, что нам выгодно, то, что соответствует нашим интересам, то мы защищаем. Но участвовать в массовке и в бяк-вокале для больших игроков никто не намерен. И поэтому это оценивается и в России тоже. То есть Азербайджан — это предсказуемый партнер и сосед. Понятно, что боевые действия не могли не отразиться на жизни азербайджанцев в Армении и армян в Азербайджане. А ведь еще в 1989 году в Азербайджане жили 390 тысяч армян, а в Армении 85 тысяч азербайджанцев. Безусловно, конфликт этот, ввиду того, что он носит этнический характер, Естественно, конфликт, когда кто-то наступал и в результате территории потеряно, все население покидало, безусловно. Если и оставались, скажем, в Армении азербайджанцы и, значит, азербайджанцы — это армяне на территории Азербайджана, это в основном члены смешанных семей. Таковых больше всего было, конечно, армян на территории Азербайджана, скажем, в Баку, Сумгаити, в других местах, но не очень много. Скажем, на сегодня их несколько сотен человек, не более. Правда, пропаганда азербайджанская говорит о чуть ли не 30 тысячах, на самом деле это, конечно, пропаганда, их маловато. То же самое и в отношении азербайджанцев. Скажем, на территории Армении, по моим данным, где-то 100-150 азербайджанцев еще есть, это старшее поколение, пожилые люди, члены смешанных семей. В Карабахе, по моим данным, всего один человек, до сих пор вроде пока еще жив, тоже женатый на армянке. А что касается целого населения, безусловно, они все стали беженцами с обеих сторон, то есть, по сути дела, в результате этого конфликта обе стороны потеряли значительную часть своего населения. Армяне потеряли свою часть в Азербайджане, азербайджанцы потеряли значительно, практически всю диаспору азербайджанскую в Армении, а в Нагорном Карабахе азербайджанское население, как из бывшего НКО, Нагорно-Карабахской автономной области, так и семи оккупированных районов вокруг НКО, в результате в общей массе там более 520 тысяч проживавших, они стали, но у них статус получили, они беженцем стали, но им дали статус вынужденных переселенцев. В Азербайджане считают, что армяне могли бы остаться на территории Карабаха при новом статусе этой территории. Пусть остаются и живут. Ты же понимаешь, что есть люди, кто не захочет принимать гражданство Азербайджана? Они уедут, они уедут, но не захочет, уедет. Не, но есть люди, которые считают эту землю своей, и они будут за нее воевать. Зачем воевать? С кем воевать? На чьей территории воевать? За что воевать? Но они же это считают своей землей, они же там не просто так живут, они считают это своей землей. Боже, ради бога, считай и живи. Даже при наличии политических конфликтов, личные отношения между азербайджанцами и армянами могли быть весьма хорошими и творчески успешными. Одним из самых известных азербайджанцев, живших в СССР, был Муслим Магомаев. Я думаю, вы хорошо его знаете, например, по песне Трубадура из «Бременских музыкантов». Кучь солнца золотого. Так вот, во многом успех Муслима Магомаева связан с композитором Арну Бабаджаняна. Это был такой очень интересный творческий союз армянина-бабаджаняна и азербайджанца Магомаева. Благодаря этому союзу появились такие песни, как «Королева красоты», «Лучший город земли», «Свадьба» и многие другие. Бабаджанян называл Магомаева своим лучшим другом и даже соавтором многих своих песен. Как и многие другие здания в Баку, дом, в котором жил Муслим Магомаев, сегодня не узнать, потому что он тоже подвергся реновации. Его надстроили, его облицевали камнем, добавили кучу декора, и теперь от того оригинального дома практически ничего не осталось. В Российской империи Азербайджан был одним из основных центров ислама. После присоединения Азербайджана к СССР власти начали активно бороться с религией. В 20-е годы шла активная кампания по избавлению женщин от ношения паранжи. К моменту распада СССР в Азербайджане было всего 18 официальных мечетей. Про положение ислама в Азербайджане я поговорил с преподавателем кафедры религиоведения Азербайджанского института теологии Алией Мурсаловой. Вы знаете, самым сложным испытанием для ислама в Азербайджане стало установление советской власти. После ее установления в 1920 году Министерство по делам религии и Института шлейху и ислама были расформированы. Ликвидированы адатские и шариатские суды, закрыты вакуфы, также были закрыты религиозные школы. Преследовались служители церквей и мечети, то есть люди верующие, религиозные деятели, лидеры их. Также основное, скажем так, тяжелое время пришло на 1927-1928 года, 1933 в основном на 1936 год. В эти годы было разрушено много исторических культурных центров, храмов, соборов, мечетей и так далее. Если они были сооружены, то есть было большое сооружение этого здания, то его решительно сносили. Если они были маленького масштаба, то они отдавались на гражданские нужды, то есть там основывали в основном сараи, амбары, иногда спортзалы, библиотеки даже были. Если это были архитектурно красивые очень здания, то скорее всего из них сделали просто дома культуры, культурный центр, скажем так. Когда Азербайджан обрел независимость, ислам вновь начал набирать силу, но идеологической базой, как в некоторых среднеазиатских республиках, он не стал. Гейдар Алиев относился к исламу довольно сдержанно. С одной стороны, он демонстрировал свою религиозность и даже совершил хадж в Мекку. С другой, принятая по его инициативе в 1995 году конституция провозгласила Азербайджан советским государством, где все религии равны между собой. Большинство мусульман Азербайджана относят себя к шиитам, что не мешает стране сохранять отличные отношения с суннитской Турцией. Шиизм и суннизм – это ветви ислама. Они отличаются некоторыми обрядами и отношением к постулатам Корана. Сунниты трактуют их более строго, чем шииты. В конце 2010 года разразился скандал. Министр образования Азербайджана заявил, что носить хиджаб в школе ненормально. Его раскритиковал лидер исламской партии страны. Спустя несколько дней руководители партии были арестованы, а позже получили длительные тюремные сроки по обвинению в подготовке терактов и захвата власти. В современном Азербайджане, скажем так, после развала Советского Союза с 90-х годов, в Азербайджане стала медленно восстанавливаться религиозная деятельность, восстанавливаться те соборы, которые были разрушены или закрыты. Они опять стали отдаваться на использование верующим людям. В 1992 году Мили Меджис принял закон о свободе вероисповедания. То есть теперь по Конституции Азербайджанской Республики в 48-м и 18-х статьях указано было, что религия отделена от государства. Государственное образование стало светским. Все религии были равны перед законом. И любой человек мог использовать любую веру, пропаганду этой веры, если она не затрагивала и не ужала никаких личностей. Официальный церемониал в Азербайджане частично связан с мусульманскими ритуалами. Президент при входе на пост дает присягу на Коране. Это единственное, что связывает ислам и в Азербайджане. Хотя религия отдельная от государства. То есть мы являемся светским государством. Есть ли какие-то религиозные запреты? Нет. У нас не шариатская страна, поэтому никаких религиозных запретов нет. Есть менталитет, есть какие-то нравственные качества, но никаких запретов религиозных именно в стране не существует. То есть в школах девочки ходят без платков? Да. Никаких вот этого влияния, никакого запрета на ношение хиджаба, имейте в виду, в школах, в вузах страны не существует. Государство лишь, как бы, скажем так, государство лишь не хочет, чтобы родители принуждали несовершеннолетних детей покрываться. Но опять-таки запретов никаких нет. То есть это выбор каждой семьи. Вопрос с уважением Азербайджана ко всем религиям довольно спорный. Например, в 1990 году здесь подожгли армянскую церковь 19 века. Говоря, до нулевых годов в ней была бильярдная. В 2002 году на базе церкви устроили библиотеку. В 2004-м ее реконструировали. Но, насколько мне известно, церковь закрыта до сих пор. Есть ли хоть одна действующая армянская церковь в Азербайджане? Есть действующая церковь. Вы можете ее увидеть на площади фонтанов. Она открыта. Рядом находится библиотека. Вы можете в любое время пойти. Она действующая? То есть там прямо совершаются обряды, церемонии? На счет этого я не знаю. Но в Азербайджане живут армяне. Если им это выгодно, если они хотят пойти, то запрета на это не будет. Во время и после Второй Карабахской войны были кадры, я не знаю, насколько их обсуждали здесь, были кадры, когда азербайджанские солдаты, они в том числе глумились над армянскими святынями. Над церквями, над какими-то религиозными объектами, над кладбищами. Обсуждали ли эти кадры здесь и как общество к этому относилось здесь? Ну, это, я скажу так, это отношение одной или двух личностей. Это не отношение всего народа. Культурные ценности, это исторические ценности нашей земель, во-первых. Это церкви не Гореголианской апостольской церкви, скажем так, а Алказской Албании. То есть это наши церкви, нашего народа, который сейчас здесь живет. И мы их защищаем. Вы даже не знаете или нет, но опять-таки фонд Гидара Лива взялся не только воспроизводить те мечети, которые были разгроблены, превращены в свинарники, извиняюсь за свое выражение, оккупантами этой территории, но также и восстановление церквей Албанская и Кавказа. То, что там находятся сейчас разные церкви в Кербайджанском районе, в Лачинском районе, они тоже будут восстановлены. Ну, я говорю конкретно, вот были, просто видели ли вы, не видели, обсуждали. Это одна лишь личность, два человека, три человека. Не больше, это была массовая история, мне просто интересно отношение к этому. Это не отношение всего народа. Я не больше, отношение всего народа. Ну, конечно, у нас тоже они были, скажем так, отрицательно воспринимались нашим народом. Мы тоже это не поддерживали, вот такое вот отношение к святыням. Сейчас у нас было интервью с Ильем Мурсаловой и такой вот очень важный штрих про то, как общаются некоторые чиновники. То есть у нас была договоренность на интервью, они попросили вопросы, но ты прямо, я прямо чувствовал, когда мы с ней говорили, что у нее там за спиной стоит какой-то человек, который слушает каждое слово, чтобы, не дай бог, не было шага в сторону. Очень выверенная речь, очень подготовленные ответы, и как только я начал задавать несогласованные вопросы, например, что происходит в Карабахе с армянским наследием, как азербайджан относится к тому, что некоторые военнослужащие там оскверняли религиозные объекты армянские во время вот Второй Карабахской войны и так далее, то сразу вышел человек, который сразу спросил, оп, а мы согласовывали эти вопросы, а что происходит, а что здесь было сказано, а покажите нам ответы и так далее, и так далее. То есть сразу начали нервничать, начали волноваться. Ну это вот особенности общения с государственными чиновниками, потому что кто бы что ни говорил, но линия партии здесь одна, и в плане там свобода мысли, дискуссии, обсуждения, здесь все гораздо строже, например, чем даже в России. Хотя в России не сказать, что у нас прям как-то слишком много свободы, и вы тоже понимаете, что чиновника за любое неосторожное слово могут уволить, его карьера может закончиться, но здесь все это гораздо строже. Ну и по поводу армянской церкви, алия немножечко лукавит, потому что церковь закрыта, там, конечно, не проводится никаких богослужений, никаких обрядов, она законсервирована, и никто туда войти не может. И насколько я понимаю, действующих армянских церквей в Азербайджане, конечно же, сегодня нет. В октябре 1993 года к власти в Азербайджане вернулся Гейдар Алиев. Впервые он возглавил республику еще в 1969 году в качестве первого секретаря азербайджанской компартии. В начале 80-х Алиев переехал на работу в Москву. Он стал одним из высших руководителей всего СССР, членом полетбюро ЦК КПСС. Но в годы перестройки его пути с новым советским генсеком Михаилом Горбачевым разошлись. Алиев вышел на пенсию, а вскоре вернулся в родную Нахичевань, где стал председателем Верховного Совета. Президентом страны Алиев стал в очень сложное для Азербайджана время. Экономика находилась в тяжелом кризисе, армия терпела поражение в Карабахе, страну заполнили беженцы. Алиев получил на выборах почти 99% голосов избирателей. Люди поверили, что именно Алиев сможет исправить ситуацию. И в целом ему это действительно удалось. Алиев закончил войну в Карабахе, заключил нефтяной контракт века, обеспечивший наполнение бюджета нефтедолларами. Экономическая и политическая обстановка в Азербайджане стабилизировалась. Происходило много чего, но все, что происходило, напоминало движение к хаосу. Экономический кризис, внутриполитический кризис, была оппозиция вооруженная. Это значит, что страна фактически стояла на грани гражданской войны. И он пришел в тот период, когда его позвали к власти, потому что даже те, кто были у власти, понимали, что они не смогут справиться с этой ситуацией. Предыдущие власти де-факто попросили его вернуться в страну. И вначале он занял пост председателя Верховного Совета. Потом в один из кризисных дней действующий президент уехал, улетел. И фактически ему пришлось выполнять функции главы государства. Обратной стороной этого стало установление авторитарного режима правления Гейдара Алиева. Под его контролем и контролем его семьи оказались все ветви власти, весь государственный аппарат и экономические потоки. В стране подавлялась оппозиция, были ограничены права и свободы граждан. Еще при жизни начал зарождаться культ личности Гейдара Алиева. В президентских выборах 2003 года Алиев, который был уже серьезно болен, участвовать не стал. Он снял свою кандидатуру в пользу сына Ильхама. 12 декабря 2003 года Гейдар Алиев умер. С тех пор страной правит его сын Ильхам Алиев. Так авторитарный режим в Азербайджане стал де-факто наследственным. В годы правления Ильхама Алиева внешнеполитический курс Азербайджана определенно склонился в сторону Турции. Турецкий лидер Эрдоган не скрывает своих амбиций по наращиванию влияния в Кавказском регионе. Это очень ярко проявилось в ходе недавнего конфликта в Карабахе, где Турция поддержала Азербайджан. Однако Ильхам Алиев старается сохранять хорошие отношения и с Россией. Что довольно непросто, ведь Армения, давний союзник Москвы, состоит в ОДКБ и ЕАЭС. Сейчас Азербайджан ближе к Турции или к России? В каком смысле? В смысле партнерства, связей. Я думаю, что турецкий сегодняшний опыт, стремительно развивающейся страны, этническая близость, этнокофессиональная близость и так далее, является неким притягательной моделью для развития. Плюс еще, туда если добавить, например, этническую близость, то я думаю, что Азербайджан изначально при всех вариациях всегда будет ближе к Турции. Но это не значит, что мы будем против России. Друзья, я в премиальном супермаркете Порт Баку Базар. Бакинцы приходят сюда за продуктами высокого качества, а россияне в поисках санкционки. Например, здесь можно найти сыры, которые практически не встретишь на полках российских магазинов. В отделе с фруктами можно найти не только привычные для нас яблоки, бананы и персики, но и такие экзотические фрукты, как дуриан, мангостин, джекфрут и даже карамболу. Здесь широкий ассортимент морепродуктов, а также большой выбор рыбы, как морской, так и пресноводной. Дайте мне, пожалуйста, вашего ассетра. Но самое главное, здесь можно не просто купить продукты, а тебе их прямо здесь могут приготовить. Я купил ассетра, и сейчас мы пойдем, и я попрошу пожарить мне его на гриле прямо в магазине. То есть, друзья, свежайшего ассетра, которого мы только что купили в рыбном отделе, мы отнесли на мангал, нам на мангале его приготовили. И здесь можно им сразу насладиться. Ну и, конечно, здесь можно выпить кофе с десертами. Часть десертов готовится прямо здесь. Это восточные сладости, круассаны, пирожные. Что-то можно просто купить, опять же, в магазине, и здесь, прямо здесь открыть. При этом платьте вы только за товары, которые вы взяли на полке. Если будете в Баку, обязательно загляните в Порт Баку Базар. Ссылочку на их инстаграм я оставлю в описании к этому ролику. Основой экономики Азербайджана нефть. Это роднит его с Россией. В промышленных масштабах нефть в Баку начали добывать в конце 19 века. Пионером стало товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Один из братьев, Альфред, позже стал основателем Нобелевской премии. В начале 20 века Баку пережил настоящий нефтяной бум. В 1905 году здесь добывали половину всей нефти в мире. Восточная часть Баку, в которой располагались нефтяные заводы, получила название Черный город. Здесь все было черным от нефти. Небо, земля, вода, стены домов. К 1970 годам наземные месторождения заметно исчерпались. Сейчас добыча ведется в основном на шельфе Каспийского моря. В 1994 был подписан нефтяной договор века. 12 иностранных корпораций и государственная нефтяная компания Азербайджана договорились о совместной разработке трех месторождений в Каспии. Азери, Чирак и Гюнишли. Для транспортировки углеводородов были построены трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Про нефтяной бизнес Азербайджана я узнал у главы Центра нефтяных исследований Ильхама Шабана. В Азербайджане уже в третье десятилетие 21 века уже понижение объемов добычи нефти. Пик объемов добычи пришлось на 2010 год, когда было добыто около 51 миллион тонн нефти. А в советское время, чтобы это было наглядно видно, максимальный объем добычи 23,5 миллионов. То есть Азербайджан в годы независимости сумел, благодаря интенсивному сотрудничеству с иностранными компаниями, в разы увеличить объемы добычи. И в прошлом году, если считать, что эта пандемия помешала, Азербайджан впервые в своей истории путем, как бы сказать, в рамках ОПЕК+, административным путем пошел на понижение и около 35 миллионов тонн нефти добывал. И в ближайшие 10 лет объемы добычи нефти и конденсата будут варьироваться в районе 30 миллионов тонн. А если взять экономику в структуре экономики, какую долю вот эти нефтяные продажи сырья и так далее связаны с этим? Если экспорт взять, в экспорт нефть, нефтепродукты, газ всегда это варьировалось около 90%. А если мы возьмем бюджет, насколько бюджет, бюджетные деньги зависят от нефтяных доходов, это приблизительно 60% бюджетных доходов. То есть сильно зависит от нефти? Да, конечно, да. Сильно зависит. Что с российскими компаниями? Российские компании, они с первых дней включились. Это, естественно, частная компания «Лукойл» была и до сих пор остается. Какой процент у «Лукойла»? У «Лукойла» 10% в разработке гигантского месторождения, самого крупного месторождения «Каспия». Имеется в виду газовое месторождение «Шахтяниз», и «Лукойл» участвует также в транспортировке своей нефти, которую добывает российские части «Каспия» по основному трубопроводу Азербайджана «Баку-Тибилиси-Джейхан». Как и Россия, Азербайджан направляет нефтяные сверхдоходы в социальный фонд. У нас называется «Фонд национального благосостояния», в Азербайджане «Государственный нефтяной фонд». Раньше очень консервативный подход с лицами нефтяного фонда был. То есть нефтяной фонд как бы в депозитах держал, причем 1-1,5% зарабатывал на этом. Особенно после 2015 года, когда цены на нефть резко понизились, а потом уже осознали, что уже начинается период низких цен на нефть. Уже пошли на более такие инструменты, которые могли бы принести больше доходов. Это акции компании, то, что делает норвежский фонд. И, например, в прошлом году бюджет, то, что от нефти доходы были, но расходы фонда были больше. Но это покрывался за счет получения доходов, то есть от акций и от других вложений. Присутствие российской компании «Лукойл» в азербайджанском бизнесе не случайно. Ведь с 1993 года ей руководит уроженец Баку Вагид Аликперов. Вообще в России проживает 600 тысяч азербайджанцев, из них почти 60 тысяч в Москве. Среди них есть довольно известные люди, например, бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Его состояние в 2014 году оценивали в 600 миллионов долларов. В 2017 году Исмаилова обвинили в организации двух убийств, после чего он попал в розыск. Этой осенью его задержали в Черногории, где он пытается получить политическое убежище. Азербайджанец Гот Ниссанов владеет частью Москва-Сити, а годовой доход его компании «Киевская площадь» в 2018 году оценивали в 1,5 миллиарда долларов. Недвижимостью занимается и другой уроженец Азербайджана, Араз Агаларов, владелец «Крокус Групп». Также родом из Баку известный журналист, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС Михаил Гусман. В общем, влияние азербайджанской диаспоры в Москве никак нельзя недооценить. За моей спиной бывший нефтяной танкер Сурраханы, его построили в 1958 году, и по своим временам это был один из самых больших нефтяных танкеров. Позже его использовали как нефтеочистную станцию, а теперь отмыли, привели в порядок. Здесь европейцы сделали там классный музей, и сейчас мы посмотрим, что там внутри. Это, кстати, единственный танкер-музей в мире. Как я вам сказал, вы находитесь в трюмах танкера, а как заполнялась нефть в танкер, вот поочередно, по процентам, с помощью особого мастерства экипажа закачивалось черное золото в трюмы танкера-музея. Любое неправильное движение повлекло бы за собой катастрофу, крен, который привлек бы за собой потопление судна. Эта экспозиция называется Oil Wall, нефтяная стена, и тут показана генерация развития нефтяной промышленности в Азербайджане. Первое, нефтяной бум в Азербайджане, который произошел в 2019 году. Вот вы видите уникальные кадры, бизнесмены, деловые люди со всего мира стекались в Азербайджан. В Азербайджане произошла культурная, социальная, экономическая революция в Азербайджане. Именно в 19 веке был построен братьями Нобель, первый танкер в мире, Зараастер, который, для информации скажу, был прошвартован именно здесь, где находится первый танкер-музей в мире. Случайность, судите сами. Второй монитор является носителем хроникальных кадров, как были построены нефтяные камни. Вызначить, что в 1949 году в открытом море были построены на железных сваях нефтяные камни, которые были занесены в рекорды Гиннеса. Именно тогда была создана азербайджанская Каспийская нефтяная флотилия, которая сейчас входит в состав АСКО. Поселок нефтяные камни уникальное место. Здесь нет постоянного населения, а сам поселок расположен на металлических эстакадах, установленных прямо в Каспийском море еще в 1949 году. В те времена подобные технологии лишь начали осваиваться. Нефтяные камни внесены в Книгу рекордов Гиннеса, как старейшая нефтяная платформа в мире. Добывать здесь нефть начали после Второй мировой войны. Возле места, которое рыбаки называли черными камнями, геологическая разведка обнаружила большие запасы нефти. Чтобы построить базу в открытом море, затопили несколько старых кораблей, ставших своеобразными островами. Их соединили эстакадами и построили здесь не только дома и прочую инфраструктуру, но даже лимонадный цех. Сейчас по эстакадам ездят автомобили, как по обычным городским улицам, а рядом из песка и камней построили несколько островов. Добытую нефть возили на сушу танкерами, а в 1981 году ввели в эксплуатацию подводный трубопровод. Вахтовиков в поселок доставляют по морю или вертолетами. В советские годы в нефтяных камнях одновременно работали до 5000 человек. После распада СССР поселок на время пришел в упадок. Но когда Азербайджан разбогател на выросших нефтяных ценах, обветшавшие советские здания были модернизированы, а также построены новые. Например, музей Гейдара Алиева, без которого не может обойтись ни один город Азербайджана, даже такой необычный. Нефтяные камни сегодня — это более 200 стационарных платформ, 350 километров улиц и переулков. Здесь работает без малого 400 скважин, каждый из которых дает в среднем 5 тонн нефти в сутки. Состояние экономики Азербайджана в первые годы после распада СССР можно охарактеризовать одним словом — катастрофа. ВВП сокращался ежегодно на 13-20%. Закрылась большая часть предприятий, 25% трудоспособных граждан потеряли работу, инфляция достигала 1500% в год. Цены на нефть в начале 90-х находились на рекордно низких уровнях, политическая нестабильность и постоянная смена руководства страны не позволяла проводить полноценные рыночные реформы. Однако рост цен на нефть в нулевые годы изменил ситуацию. Только за 5 лет, с 2003 по 2008, ВВП Азербайджана вырос в 2,6 раза, а уровень бедности, по данным властей, за это время сократился в 4 раза. По данным Госкомстата, средняя зарплата в Азербайджане в 2021 году составляет 416 долларов. Это почти в 2 раза ниже, чем в России, но немного выше, чем в соседней Армении. Правда, все это учитывает лишь официальные данные, потому что при взгляде со стороны Азербайджан кажется значительно богаче Армении. Сколько пенсии у вас? У нас эта средняя пенсия получается, даже не средняя пенсия, минимальная пенсия это 150 долларов, вот в районе так. Цены на нефть, главный ресурс Азербайджана резко подскочили в нулевые годы. Поток нефтедолларов привел к строительному буму, а также стали запускаться дорогие имиджевые проекты. В 2015 году Азербайджан принял первые в истории Европейские игры. Это такой аналог Олимпиады для стран Европы. Для игр в Баку построили огромный Олимпийский стадион. Также были возведены дворец водных видов спорта, пляжная арена и многие другие объекты. Гвоздь церемонии открытия – выступление Леди Гаги. Официальная оценка затрат Азербайджана на игры – 900 миллионов долларов. Эксперты говорят о цифре в 3-4 миллиарда. Это сопоставимо со стоимостью настоящих Олимпийских игр, например, в Ванкувере в 2010 и в Сиднее в 2000. Еще один проект – трасса Формулы-1 в Баку. Первый гран-при на ней прошел в 2016 году. Конечно, напрашиваются параллели с Россией. Обе страны проводят престижные спортивные соревнования. Обе тратят огромные деньги на создание для них инфраструктуры. В обоих случаях финансируется все это за счет нефтяных сверхдоходов. Кстати, вот этот стадион внезапно казался секретным объектом, потому что там стоят какие-то охранники, которые почему-то не дают его снимать. Почему? Непонятно. Вроде красивый стадион, даже ничего не отваливается, но снимать не разрешают. Пришлось нам отходить в стороночку. Вкладывают эти сверхдоходы и во внешний облик столицы Азербайджана. Одно из зданий построено по проекту легендарной Захи Хадид. Это центр Гейдара Алиева. Заха Хадид выиграла конкурс на строительство нового бакинского культурного центра в 2007 году. Смысл ее проекта был в том, чтобы разорвать связь с монументальной советской архитектурой и создать центр, в котором культура развивалась бы в новом направлении. Здание культурного центра имеет непрерывную и как будто жидкую поверхность. Это ощущение дополняется складками, волнами и изгибами, которые не просто выполняют декоративную функцию, но также указывают расположение входов и облегчают навигацию внутри здания. Благодаря форме стирается граница между зданием и окружающим его пейзажем. Центр Алиева воспринимается не как построенное людьми здание, а как часть ландшафта. В 2014 году Лондонский музей дизайна присудил к культурному центру Гейдара Алиева первое место в номинации архитектуры. А теперь это секретный объект, который нельзя снимать, потому что приходит охрана и они не разрешают нам снимать. Они не хотят, чтобы мы это показывали. Вот, поэтому снимать дальше мы центр Гейдара Алиева не будем. Да какая разница, ну мы хотим снять здание, что нельзя снимать здание или что? Ну, почему мы тратим время на какие-то разговоры? Я просто не понимаю, что. Ну пусть вызовет полицию, которая скажет, что нельзя снимать здание. Вообще ниоткуда, ниоткуда и в Баку нельзя снимать этот центр. Зачем его строили тогда? Это, друзья, секретный объект в Баку, потому что пришел охранник и вызвал полицию, потому что я посмел снять и показать центр Гейдара Алиева. Это очень секретный объект и очень не хотят, чтобы его кто-то увидел. Вот, конечно, удивительная ситуация, которая встречается, кстати, в некоторых постсоветских странах. В Баку действительно есть классные здания, классное общественное пространство, интересные объекты, которые хотелось бы показать, но проблема в том, что их не разрешают снимать. Почему, я не знаю. То есть ты можешь лежать спокойно, стоять около помойки, около разрухи, и обснимаясь ее, тебе никто не подойдет. Вот, показывай, показывай Баку таким, да, показывай Баку таким, никто тебе слов не скажет. Если ты хочешь показать Баку красивым, если ты хочешь показать новые архитектурные объекты, если ты хочешь показать то, чем они, по идее, гордятся, нужно получать разрешение, нужно идти на поклон каким-то начальникам, каким-то охранникам. У них тут какие-то правила, то есть там целая эта полиция, еще что-то, все какие-то с рациями. Нельзя, что, куда, там, больше трех минут почему-то нельзя снимать. Там профессиональная техника, непрофессиональная. То есть я говорю, ребята, я приехал как турист, я хочу показать ваш главный объект просто, я же там нельзя. Друзья, мы зашли внутрь центра Гейдара Лива, экскурсия, ты платишь за экскурсию деньги, но ты не можешь снимать экскурсовода. То есть не дай бог там кто-то увидит, что там происходит внутри. Это очень странно, потому что музей классный, здание классное. Почему они этого стесняются, почему они не дают это снимать, не знаю. Невозможно такое представить в Европе. В Европе для этого и делают. Вообще, в принципе, ну, зачем инвестируют, зачем тратят столько денег в архитектурные объекты, создают новые чудеса, новые достопримечательности, чтобы они представляли страну, чтобы люди там около них фотографировались, чтобы снимали, гуляли, отдыхали. Нет, здесь, чтобы не дай бог кто-то там лишний вообще пройдет и как-то своим присутствием осквернит этот величественный объект, это недопустимо. На самом деле, с запретом на съемку здесь какая-то проблема. Так, я только хотел рассказать, что здесь не очень любят, когда что-то снимают, как к нам уже идет сотрудник полиции. Вот он сейчас идет, почему нельзя снимать? По-русски вы не говорите? Я понимаю, да. Да, друзья, ну как вы помните, нас прогнали от памяти Гейдару Алиеву, его снимать нельзя. И мне кажется, мы сегодня соберем какое-нибудь бинго из объектов, которые нельзя снимать в Баку. А это, друзья, пламенные башни, один из главных новых символов архитектурного доминанта Баку. Их видно практически из любой точки города. Эти башни напоминают языки пламени. Собственно, проектировщики вдохновлялись гербом Баку, где изображено три языка пламени. Ночью они довольно интересно подсвечиваются. Вся их поверхность, это экран. И ночью это прям такой настоящий костер, который горит и виден из любой точки Баку. В этих башнях находится гостиница, апартаменты и офисный центр. Мы с вами находимся на проспекте Гейдара Алиева. Вы обязательно по нему проедете, если будете из аэропорта ехать в центр города. И можно сказать, такой парадный фасад нового Баку. Потому что вдоль проспекта растут такие стеклянные небоскребы. Чем-то это напоминает Дубай, какие-то турецкие города. Уж точно это никак не похоже на бывший советский город. Например, гигантская стеклянная капля. Это офис местного водоканала. А я стою рядом с зданием, которое считается самым высоким в Баку. Это головной офис главной азербайджанской государственной нефтяной компании. У них не как у нас много разненьких. У них одна главночленная компания, Саккар называется, это ее штаб-квартира. Построен их офис в виде такого стеклянного пламени, что тоже очень символично. Все-таки у современной архитектуры недостаточно средств выразительности, чтобы показать богатство заказчика. Поэтому современный такой хай-течный какой-нибудь небоскреб стоит стеклянный. А рядом очень-очень дорогие фонари, чтобы все видели. Денег много, по крайней мере, на главную улицу города. Но нынешний Баку это не только новостройки. Есть здесь и много интересного советского архитектурного наследия. За моей спиной, друзья, очень важное для Баку здание. Это дворец Гейдара Олива. Вообще в Баку множество объектов и улиц носят имя Гейдара Олива. Это здание вообще изначально было дворец Ленина. После того, как Азербайджан стал независимым, это стал дворец независимости. И только уже после смерти Гейдара Олива в 2003 году здание получило его имя. Теперь это дворец Гейдара Олива. Построено было в 1972 году и руководил строительством Алиш Лимберанский. Друзья, Алиш Лимберанский был легендарный человек. Его очень любили. Он в 1959 году становится председателем горосполкома Баку, то есть по нашему мэру. Мэр Баку. И за время своей службы он очень сильно изменил город. То есть он построил множество знаковых объектов. Он вдохновлялся иностранными зданиями и так далее. Мы еще увидим различные его объекты. То есть человек для города сделан действительно очень и очень много. В 1969 году первым секретарем Азербайджанской компартии становится собственно Гейдар Олив. И он уже вытягивает Алиша Лимберанского на республиканский уровень. И поручает ему уже заниматься стройкой во всей республике. И собственно тогда в 1969 году первый его объект уже на новом посту был дворец Ленина. Который позже станет носить имя Гейдара Олива. Так вот повернулась интересная история. И в 1972 году его открыли. К сожалению, его реконструировали, как вы видите. И оно потеряло вот эту модернистскую брутальность. То есть здесь появилось много стекла, много глянцевых материалов, что очень не свойственно для советского модернизма. И оно стало слишком нарядным, слишком нежным. Мне кажется, реконструкция в данном случае не очень удачная. Сегодня это главная концертная площадка страны. Здесь проводятся различные концерты, мероприятия. Также в этом дворце проводятся и официальные мероприятия. Именно здесь проводилась инаугурация как Гейдара Олива, так и его сына Ильхама Олива. А это, друзья, знаменитое кафе «Жемчужина» на Приморском бульваре. Построено оно было в 1962 году. А лишь Лемберанский увидел фотографию кафе «Лос Монантиалис» в пригороде Мехико. И загорелся идеей построить нечто подобное в Баку. Ну, собственно, получилась такая изящная, прекрасная, легкая «Жемчужина». Кстати, что интересно, раньше она стояла прямо на берегу моря. То есть море было примерно, где я стою. И на момент постройки в 60-х годах сейчас мои ноги бы омывали волны Каспийского моря. Но в 70-е годы море немного отступило, метров на 20-30. И теперь вот это кафе стоит немножко в глубине среди деревьев. Ну, круто, что его сохранили. Здание действительно очень красивое и является жемчужиной Приморского бульвара. За моей спиной музейный комплекс. Здание построили в 1957 году. И это изначально в советское время был филиал музея Ленина. Там в этом музее рассказывали о жизни вождя пролетарской революции. После расплава Советского Союза жизнь Ленина стала в Азербайджане никому не интересна. Здание передали министерству культуры Азербайджана. И теперь в этом здании располагается несколько разных музеев. Ну, а это, собственно, главный вокзал Баку. Построили в 1926 году. В том самом году, когда опустили первые в Советском Союзе электрички. Здание очень необычное для 1926 года. Особенно ничего подобного тогда не строили. Обратите внимание на такие национальные мотивы. А башня с часами даже так напоминает минарет. Архитектор этого вокзала, Николай Баев, кстати, был армянином по национальности. В 1930-е годы его критиковали за излишнее увлечение вот такими национальными мотивами. И ходили слухи, что этот вокзал даже или снесут, или как-то перестроят. Но здание, к счастью, уцелело практически. Вот оно неизменным дошло до наших дней. Только окна поменяли на пластиковые, а само здание вот стоит. И это прекрасно. Украшение Баку. Вот, собственно, за моей спиной дом правительства. Сейчас здесь возвели трибуны, они перекрывают такой главный вид. И это, наверное, в советское время был одним из таких главных открыточных видов Баку. Когда построили дом правительства в 1950-х годах, вокруг вообще не было ничего. Здесь была просто голая такая земля, не было зданий, не было особо никаких деревьев. И вот этот дворец стоял буквально в чистом поле. И здесь, собственно, находился главный азербайджанский Ленин. Он стоял там, где сейчас стоит шпиль. Ленина, понятно, здесь уже нет. И никто не указывает рукой в светлое будущее. Вот, собственно, дом правительства, который был в советское время. И он до сих пор, с точки зрения архитектуры, здесь ничего не испортили. Здание вот как было, таким и осталось. И что интересно, обратите внимание, даже советский герб никто не тронул. Там вот герб Азербайджанской ССР, который никто не сбил, никто не боролся с серпом и молотом. Что для постсоветского пространства выглядит так немножко необычно. Напоминаю, например, что вот в Грузии они везде серпы и молоты посбивали со всех советских зданий. Что интересно, здание спроектировали, начали строить чем в 1930-е годы, но помешала война. Поэтому завершили строительство только в 1952 году. Ну и сейчас здание используется по своему прямому назначению. Здесь находятся различные министерства. Фуникулёр в Баку, как и многие другие сооружения, был построен по инициативе тогдашнего мэра Алиша Лемберанского. Открылся он в 1960 году и пользовался неимоверным успехом. Он соединял, собственно, Приморский бульвар. И тогда здесь был парк имени Кирова, было место развлечений. Бакинские детишки любили на этом фуникулёре сюда подниматься. В общем, всё было хорошо, всё было хорошо. Классный фуникулёр, народ поднимался, смотрел, хороший вид. Закончилось всё в 90-е, тогда всё пришло в упадок, фуникулёр перестал работать. Попытка оживить его была сначала в начале нулевых, но былой популярности это ему не принесло. И в 2012 году этот фуникулёр полностью перестроили, фактически сделали его заново. Теперь вместо вагончиков Харьковского завода здесь такие швейцарские, классные, с панорамными окнами вагоны. Они построили новые станции, всё хорошо, красиво. Единственная проблема сейчас, из-за пандемии он не работает. Как вы знаете, коронавирус очень любит фуникулёр, поэтому его пришлось закрыть. А то бы все перезаражались, и кошмар, и ужас. Так что теперь мы можем за этим потрясающим швейцарским вагончиком наблюдать только из окна, как в зоопарке. Кстати, обратите внимание, друзья, что архитектура верхней станции фуникулёра очень напоминает мост мира, который построил Саакашвили в Тбилиси. Советских памятников в Азербайджане практически не осталось. Монументы Ленину, Марксу и другим коммунистическим деятелям повсеместно снесены. Досталось даже безобидным вроде бы памятникам. Например, была снесена статуя бакинского рабочего, которая когда-то стояла в центре азербайджанской столицы. Ну а главным памятником в советском Баку была даже не статуя Ленина, а огромное изваяние Сергея Кирова в Нагорном парке. За счёт своего расположения каменный Киров возвышался над городом и был виден из многих его точек. После распада Советского Союза памятник Кирову снесли, а на месте парка его имени создали аллею шахидов. После обретения независимости, как и во многих странах, у вас прошла такая декоммунизация, были переименованы улицы, были сняты и уничтожены памятники советским вождям. При этом, например, оставлены по городу очень много советских символик. То же самое, серп и молот и старый герб Азербайджана встречаются буквально повсюду. То есть, даже на доме правительства там серп и молот. В бывшем музее Ленина там везде эти серп и молот. Насколько вот эта декоммунизация, которая была, она была вообще радикальной? И какое отношение было у людей к Советскому Союзу после обретения независимости? Идеология, коммунистическая идеология, она никогда глубоко в сознание азербайджанского народа не проникала. То есть, всегда это было такое ощущение, что это некие такие правила игры, в которые все играют. Там серп, молот, вечером анекдоты, так сказать, про генсека и так далее. И на уровне общественного сознания, вы знаете, я не могу сказать, что мои соотечественники очень верили в коммунистические идеалы. Поэтому на данном этапе такое понятие, как декоммунизация, я думаю, что она в принципе не имеет смысла. Почему? Потому что коммунизации не было. Одним из немногих советских монументов, переживших распад Союза, это памятник Рихарду Зорге в Баку. Советский разведчик Зорге работал в 30-е годы в немецком посольстве в Японии. Он неоднократно предупреждал Сталина и советское руководство о планах Германии напасть на СССР в июне 41-го года. Но к его словам не прислушались. Ну а родился будущий разведчик недалеко от Баку в семье немецкого инженера, который работал на фирму братьев Ноби. Памятник Зорге в Баку установили в 1981 году. Он сделан так, что его взгляд следит за вами, в какой бы точке вы ни находились. Еще одна интересная деталь, на монументе не указано, в честь кого он установлен. Зорге как бы остается разведчиком даже спустя много лет после смерти. И вот здесь вот очень интересно про новую архитектуру Баку. По некоторым улицам ты идешь и у тебя такое ощущение, что ты где-то в Нью-Йорке. Потому что это не то, что прямо небоскребы, но такие супермассивные жилые дома, уходящие высоко в небо. И этого неба практически не видно. Вот они их строят. Люди приветствуют. Люди очень дружелюбные здесь. Вот, и у тебя такое впечатление, что ты где-то находишься в Нью-Йорке. Не всегда качественная архитектура, не всегда, конечно, уместно строить эти муравейники прямо в центре города. Правда, здесь можно много что спорить, но это, можно сказать, точно не советский город. Это что-то совершенно другое, чего нету в России, нету в других постсоветских республиках. Баку меньше всего похож на советский город. Здания, такие объемы, улицы, вроде что-то такое знакомое, но когда мы посмотрим на декор, это вроде и не сталинский декор, тем более это уже не после сталинского, не Крущевского, не Брежневского время, когда началась борьба с излишествами. То есть мы видим что-то такое слишком богатое, слишком нетипичное для советского времени, как бы все это возникло. Ответ очень простой. Если посмотреть на старые фотографии, то мы поймем, что практически все здания в центре Баку, они реконструировали, они их украсили, они добавили всяких декоративных элементов, колонн, портиков, блюстрат различных, чего там только просто так вот намешали. В общем, здания из таких серых советских поржиков превратились в хорошо украшенные азербайджанские торты. Конечно, далеко не весь Баку выглядит так помпезно и красиво, как его центральная часть. Вот здесь во дворе очень хорошо видно, чем отличается парадная часть Баку, такая чистая, украшенная, там они поменяли все фасады от той части, которую никто не видит. Туристы не видят, чиновники, которые здесь проносятся по широким проспектам на своих машинах. Это вот такая вот обычная жизнь. И контраст, на самом деле, колоссальный. То есть во дворе, да, двор, парковка, какие-то разбитые дороги, все в пристройках, просто даже непонятно, где там был оригинальный дом, что-то поднастроили это сделать, какие-то скворечники. То есть такой обычный двор, даже не очень понятно, где мы находимся. Вот здесь прямо хорошо видно, вот торец того дома, он виден с дороги, да, поэтому он чистенький, ну там максимум только кондиционер повесили около окна. А задний фасад, он с дороги не виден, поэтому тут просто полнейший бардак пристройки и кошмар. Вот такой вот, и это повсюду, это по всему городу. Такой вот контрастный Баку, есть часть, которую видят туристы, какая-то часть парадная, а есть часть, где живут люди, она, конечно, не такая красивая, как на открытках. Кем хочешь быть, когда вырастешь? Я? Даже не знаю. Что, ты еще не определился? Ну хорошо, ты останешься здесь в Баку или уедешь куда-нибудь? Там, в Европу, в Америку? В Дубай уеду. В Дубай уедешь? Почему в Дубай? А ты был в Дубае? А мне хватит! Ты был в Дубае? Ну хочешь уехать? Есть в Баку и старый город, весьма восточный по своему виду. Крепостные стены, вот, значит, впервые были построены в городе Баку в 12 веке, откуда мы знаем в ходе археологических раскопок. Была обнаружена каменная плита, на котором сегодня она держится в музее истории Азербайджана, на котором было высечено имя правителя Ману Чехар, который правил между 1120 и 1160 годами. И написано, что повелел построить крепостную стену Мелик, возвеличенный Мелик это правитель, Абульхаджа Ману Чехар. Следовательно, крепостные стены впервые в Баку появились между 1120 и 1160 годами. Кстати, несколько поляков, архитекторов жили в Баку. И на деньги нефтемиллионеров ехали в Европу и внедряли новые идеи, увиденные в Европе в городе Баку. Йозеф Плашко, Скуреевич, Скильпинский и другие. Здесь, кстати, очень интересно. Они помыли этот фасад, а этот решили не мыть, поскольку его с дороги не видно. Вот, ну и пусть будет этот, там, смог и все остальное. Но и самое обидное, что в эти потрясающие здания кто-то решил вставить пластиковые окна и еще все в кондиционерах сделать. Красота, старая дверь, а наверху кто-то себе пристроил балкон. Вот этого человека можно отсюда выселить. Вот сразу просто за неуважение к старому городу можно взять и выселить, пусть он где-нибудь, не знаю, на окраине Баку в каких-то гаражах вот так вот делает. Вы блогер или диктатор? Самовар очень даже развит в азербайджанской чайпите. Первые чайные плантации в Азербайджане появились с конца 19 века. На данный момент общее количество территорий 9000 гектаров чайных плантаций в Азербайджане имеется. Это южный район Азербайджана, Астара-Лянькиран, а также северо-западный район Азербайджана, например, Закатало. 9000 гектаров чайных плантаций. Одна из самых популярных достопримечательностей старого Баку это место съемок фильма «Бриллиантовая рука». Здесь очень забавно, что когда приезжают туристы из России, все ищут это место, все здесь так вот садятся там, черт побери и все остальное. А другие туристы, даже азербайджанцы, они уже не понимают в чем здесь прикол и проходят мимо. Хотя для советского человека место культовое, потому что именно здесь снимался фильм «Бриллиантовая рука». И вот аптека, теперь здесь ковры продают вместо аптеки. А вот та самая дорога. Правда, в советское время она была асфальтовая, и дома, как вы видите, были попроще. Теперь здесь все так вот обшили богатым. Повсюду вот песчаник, везде какая-то резьба, здесь теперь брусчатка. В общем, место преобразилось, но, тем не менее, здесь вот помнят. И многим советским людям это место хорошо знакомо. Согласно последней советской переписи населения 1989 года, в Азербайджане проживало почти 400 тысяч русских. Сейчас их немногим более 100 тысяч. Большинство русских покинули республику в начале 90-х, когда разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе, а к власти пришел националистический народный фронт. После стабилизации обстановки в стране отток русских сократился. Мысль о том, чтобы уехать в 90-е, у меня лично не была, так как я была на тот момент еще подростком, мне было 13 лет. И, как бы, ну, каждый из нас стремится найти свое место под солнцем. И, как бы, многие уезжали тогда, русские, и мои друзья, и знакомые. Моя любимая подружка уехала тогда, тоже вот мы были подростками. Уезжали не от того, что их кто-то гнал или что-то там, какие-то там, не знаю, мысли. Просто были смутные 90-е, как говорится, и люди уезжали в поисках работы, в поисках лучшей жизни, как бы, вот так. Руководство Азербайджана на словах подчеркивает свое уважительное отношение к русским и русскому языку. Несколько лет назад в интервью российским СМИ президент Алиев заявил, что знание русского языка — это важная потребность азербайджанского общества и дань уважения историческим корням страны. При этом русский язык сегодня не имеет никакого официального статуса в Азербайджане, хотя по некоторым оценкам им в разной степени владеют до 70% жителей страны. Да и русских школ в республике достаточно много. По словам Ильхама Алиева, в Азербайджане есть 340 школ, где все обучение идет на русском. Еще в 3000 образовательных учреждений русский преподается как иностранный язык. Кроме того, в Азербайджане работают филиалы МГУ и Медицинского университета имени Сеченова, где обучение ведут преподаватели из России на русском языке. Но все государственное дело производства в стране еще с начала нулевых ведется только на азербайджанском. Знаете, Настя, если, допустим, вы не работаете в госучреждениях, в каких-то госструктурах, просто живя, просто пенсионером, просто ходя по городу, вполне можно обойтись русским языком. Несмотря на снос советских памятников и отказ от русского языка, на официальном уровне в Азербайджане довольно сильна ностальгия по СССР, особенно среди старшего поколения. 69% человек старше 35 лет ответили, что жизнь в советские годы была лучше, чем сейчас. Среди людей в возрасте до 35 лет такой ответ дали лишь 14% участников. Есть ли сейчас в Азербайджане люди, ностальгирующие по СССР? Наверное, это больше связано с тем, что они ностальгируют по своей молодости. Я отношусь к этому, потому что люди всегда склонны идеализировать свою молодость. Я не знаю, тот момент, когда, заплатив 40 рублей, он мог полететь в Москву и так далее. Но это, в общем-то, ностальжи по молодости. Не далее, не более того. А молодежь как относится? По-моему, никак. По-моему, она воспринимает все, как будто бы так и должно быть. Знаете, условно, кто такой Ленин? Ну, наверное, они могут сказать, но я не уверен, что все ответят правильно. Но при этом есть в стране место, где СССР как будто сохранился до сих пор. Это село Ивановка. Мы находимся в Ивановке. Это последнее русское село в Азербайджане. Здесь же работает последний в стране колхоз. Основали Ивановку в 19 веке переселенцы из России молокани. Молокани — это последователи специфической разновидности христианства. Их еще часто называют староверами, но это не совсем корректно. Скорее, такие протестанты от православия. Молокани не носят нательного креста, не совершают крестного знамения и отрицают иерархию священнослужителей. В общем, власти в царской России к молоканам относились крайне настороженно. При Николае I их начали выселять из центральной части страны в Закавказье. Молокани быстро нашли общий язык с азербайджанцами. Местным понравилось, что молокани, как и мусульмане, не признают икон, не пьют и не ругаются матом. Примерно в это же время появилась и Ивановка. Она мало чем отличалась от других таких же молоканских деревень в Азербайджане. После прихода советской власти здесь почти ничего не изменилось. Община молокан, которая и так занималась сельским хозяйством, просто стала колхозниками. Колхоз в Ивановке получил имя одного из советских руководителей Михаила Калинина. Во времена СССР в Ивановке жило пять с половиной тысяч человек. Это русское село имело свои особенности, которым советские власти не препятствовали. Здесь, например, жителям не запрещали посещать молельный дом. В начале 50-х колхоз в Ивановке возглавил местный уроженец Николай Никитин. Он был человеком деятельным и хозяйство активно развивалось. Колхоз досрочно выполнял все пятилетние планы, бил рекорды по сбору урожая. Никитин получил звание Героя соцтруда, это высшая невоенная награда в Советском Союзе. Важным козырем Никитина была личная дружба с азербайджанским руководителем Гейдаром Алиевым. Это позволило Ивановке сохранить виноградники от вырубки во времена антиалкогольной кампании в 80-х годах. В 90-х многие русские уехали из Азербайджана, но Ивановке повезло сохраниться. Помогла опять же дружба Никитина с Алиевым. Все остальные коллективные хозяйства разрушились, а колхоз в Ивановке нет. О том, как жила раньше и живет теперь Ивановка, рассказала местная жительница Надежда Васильевна. Сколько сейчас человек здесь вообще живет? Сейчас население? Три тысячи с лишним. Три тысячи с лишним? Да. Русских где-то полтора, но остальные другая нация. Азербайджанцы, Безгины. То есть где-то половина русских, да? Да. А в советское время? В советское время жило пять тысяч населения. А русских сколько было? Три тысячи. Три тысячи? Ну, сейчас молодежь уезжает, везде так. А куда уезжают в основном? В основном в Россию едут. Почему? В то время, когда развала не было, у нас ученики заканчивали здесь высшее учебное заведение, оставались здесь, учились в Баку, в Сангаите. Ну, молодежь, им, наверное, виднее, где лучше жить, туда не идут. Ну, во всяком случае, уезжают и все равно вспоминают свое село. А уезжали в основном в 90-е, наверное, да? Да, в 90-е, да, после развала, в основном тогда. А у вас не было мысли уехать? Нет. А школа здесь русская? Русская. Преподавание на русском языке? Нет, у нас и азербайджанский сектор есть, и русский. Ну, вот основные предметы, там, математика? Все предметы у нас и на Азербайджане. То есть, два сектора, русский и азербайджанский. Раньше было... То есть, есть отдельно классы русские, отдельно азербайджанские? Ну, раньше бы они учились, вот в основном лезвине, азербайджанцы, они учились вместе, русский сектор заканчивали, а потом, когда их стало больше, они уже стали изучать свой язык на своем языке, свое образование вести на азербайджанском языке. А после развала Советского Союза колхоз же продолжил работать, да? Продолжает работать. И до сих пор все работает? И до сих пор работает. А как удалось? Везде же все развалилось, почему у вас не развалилось? Ну, знаете как, не то, что не развалилось, уже стало уже труднее как-то, уже рабочей руки уже меньше стало. Но все равно выращиваем пшеницу, ячмень, а вон тот маленький домик, смотрите. С черепичной крышей. Ну да, вот он остался как реликвия у нас, обратите внимание, деревянный дом полностью, зашкатуренный, глиной, однокомнатная квартира, ну в то время, да, была однокомнатная. Вот так вся семья жила. А эти дома, они были только у вас тут, или они вообще в других поселках тоже? У нас в Ивановске были, нет. Или это чисто вот такая вот ваша здесь архитектура? Потому что это были в основном из глины делали, вот из дерева, а потом сейчас современно уже из кубика делали. Я имею ввиду, в других селениях, где азербайджанцы жили, они так же строили или они по-другому свои дома делали? Нет, у них там совсем по-другому, у нас совсем по-другому. У нас вот более похоже на деревни из России, как вот наши предки пришли, вот именно вот такая архитектурная. В 1805 году три служащих обратились с письмом к императору, чтобы им даровал свободу проведения собраний, потому что не разрешалось проводить собраний. У них не было своих церквей у Малакана, они собирались просто в обыкновенном жилом доме. И их наказывали за это, избивали, даже убивали, сажали в тюрьмы. И поэтому представители трех человек, которые обратились к императору Александру, чтобы их просьбу выполнить, ну естественно он дал согласие и они поехали. Это было в 1805 году. Александр I прослушал, вот о чем они хотели, в данном случае обратились за какой помощью и что они хотели бы. Но он с этих слов узнал, что здесь ничего такого против государства нет. Веруют они все, только не крестятся и не верят иконам. И он даровал им свободу. И вот с тех пор, вот в знак того, что Александр дал свободу Малаканству, это гонение прекратилось. И поэтому в селе Воронцовка, в Тифлисской губернии, в 1905 году отмечалось 100-летие Малаканства. Мы в Ивановке тоже отмечали уже 200-летие, в 2005 году, вот во дворце культуры. Мы-то тоже приезжали, Малакан из других общин, из России приезжали, ну вот так. А родители ваши тоже здесь жили? И родители, и родители моих родителей жили здесь. То есть вы прям вот корнями вот отсюда, с этой земли? Да. Так, это что такое у вас тут? Это у нас дворец культуры. Дворец культуры, это его недавно построили, судя по архитектуре? Мы его построили в 1984 году, два года тому назад. Нет, ну его явно отремонтировали. Его отремонтировали, да, в 2018 году. Нет, колонны тоже были. Ну не такие, ну не могли быть такие коновы в 1984. Нет, у нас были, только их реставрировали, подкрасили. Вы хотите сказать, что вот этот портик и вот эти колонны были построены в 1984 году? Да. Слушайте, я как архитектор, не могли такое в 1984 году. Так, ну это реставрированные колонны, реставрированные, все как есть, все осталось. Все осталось, даже все осталось, и лепка осталась. Смотрите, я как архитектор, еще раз, в 1984 году было хоть какое-то минимальное образование. Вот такую непропорциональную, нелепую постройку в 1984 году, оторвали бы руки, лишили бы премии ленинской. А почему вы так решили так? Потому что это недоразумение. А почему? А что, разве плохо, красиво же? Здесь полное нарушение пропорций, там, всех принципов, здесь это, ну, в общем, так не делают. Не, ну, роскошно, 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 роскошно. Не, очень хорошо. Вот здесь у нас раньше, а сейчас музыкальная школа. Людям нравится, скажите? Нравится. Все, главное, чтобы людям нравиться, правильно? Да, очень хорошо, прекрасно. Но, еще раз, в 1984 году человека бы за такое лишили работы вон из профессии. Да, это музей. Замечательный музей. Ага. А это вот у нас Первая Карабахская война, два человека были взяты из села Беляков, Василий и Аскеров, он уже закончил школу, через два года он уже воевал и погиб. 9 мая отмечаете? Отмечаем всегда, всегда отмечаем. Так, это основатель вашего поселения? Да, Никитин Николай Васильевич. Никитин так вообще за молодежь беспокоился, так хотел, чтобы молодежь была чем-то занята. Разные кружки открывали, самодеятельность. Вот у нас хор учителей, обратите внимание. Потрясающе. Да, это местная самодеятельность, она у нас до сих пор сохранилась. Строительство дома культуры. Окей, беру свои слова обратно. Понятно, конечно, за такую архитектуру нужно было оторвать руки, но, видимо, как в свое время молокане бежали от преследований из России сюда, видимо, архитектор уволили где-то и он сюда бежал тоже спасаться и потом поставил вам такой дом культуры. Это, между прочим, архитектор был Орлов Василий Иванович, наш местный. О, смотрите, Владимир Владимирович Путин, у вас целый стенд про Путина есть. Да, приезжал он как раз в Баку. Путин вам нравится? Ну, во-первых, я его хорошо не знаю, но мне он нравится как политик. Как политик? Как политик мне нравится, он очень разумный, хороший, советы дает. В политике он очень силен. Если я была бы в России, жила бы, я, может быть, знала бы, что к чему. Расскажите, как у вас тут люди живут? Как живут, неплохо. Ну, какая у вас пенсия? У меня 400 монат. 400 монат. Это хорошая, считается, пенсия в Азербайджане? Для меня, да. Ну, вообще, в Азербайджане можно выжить на эти деньги? Конечно. То есть, можно не работать, можно на 400 монат? Можно, например, если я один человек, конечно, я могу. Это где-то 250 долларов где-то? Ну, да. А обычно люди получают больше, меньше? И кто-то и больше получает, и меньше получает. Ну, это средняя пенсия какая? Ну, 280 вот так. 300. Ну, то есть, если ты живешь в селе, можно на эту пенсию жить и не работать, не иметь хозяйства? Можно. Нет, иметь хозяйство почему? Надо в деревне жить, как не иметь хозяйства. Вот у вас нет хозяйства? Нету. И как вот вы живете? А потому что, знаете, как получается, я летом уезжаю к детям на 2-3 месяца за хозяйство. А дети у вас чем занимаются? Все работают. А где? В России. В России. А, у УОЗ уехали дети в Россию? Ну, мои дети уехали в советский период и уехали. А в каком году? После окончания школы. Это уже в 70-х годах. Вот. Интересно, а почему они уехали в Россию? Ну, в то время Советский Союз был. То есть, тогда у вас не было границ? То есть, что Азербайджан, что Россия, это была одна страна? Одна страна, Советский Союз был, все. Это единое было государство. А когда развал прожил, вас дети не звали к себе? Звали. И вы отказались? Отказалась. Друзья, обратите внимание, потрясающий, потрясающий дом культуры. Такое вот богатое убранство, лепнина, которую делали, кстати, местные мастера. Вот. Ивановские. И все это было построено в 80-е годы. То есть, можно подумать, что это было во времена вот сталинской, когда вот все было роскошь, весь этот неоклассика, дворцы делали, но нет. Нет, это все построено в 80-е годы. Такая архитектура, такое количество декора. Впрочем, они ничего не заканчивали, вот наши ребята. А это видно, что они ничего не заканчивали. Они сами всю эту лепку делали. Не-не, видно, видно, да. Вот она до сих пор держится. Ты видел когда-нибудь, чтобы пилястры так вот разрывали карниз? Мне кажется, это достойно. Прямо и... И да, вот это, то есть видите, вот идет пилястра. И она так вот врезается, разрывает карниз, идет дальше здесь, проходит балкон. Ну конечно, нет, сумасшедший декор. В Ивановке очень много таких стендов с фотографиями. При этом стенд он здесь тиражируется, он находится в Доме культуры. Он находится просто здесь на одной из главных улиц. Здесь фотография Гейдара Алиева и советское прошлое. Вот 80-й год, вот 81-й год его визит сюда, где он ходит, я так понял, здесь с Никитиным ходит, с тем самым председателем легендарным, вот. А здесь уже Ильхам Алиев и 2005-2009 годы, когда он сюда приезжал. Правление колхоза. Кстати, да, реально, в правлении колхоза висит золотая табличка. Я не знаю, сейчас смотрится очень необычно. То, что табличка новая, потому что где сейчас встретишь колхоз? А вот здесь, в Азербайджане, можно встретить колхоз. О том, как живётся в Ивановке молодёжи, я поговорил с ещё одним местным жителем, Олегом Ровчеевым. Что с молодёжью? Молодёжь куда хочет уезжать? Ну, в основном молодёжь уезжает, конечно, в Россию. В Россию. А есть какие-то для них упрощённые программы или что? Какие-то со стороны России, преференции, кто хочет, например, гражданство российское получить? Нет, нет. Молодёжь, как бы, на общих основаниях поступают. Поступают учиться, гражданство получают и так далее, они всё получают, как и в порядке очереди. Ну, просто... Просто для некоторых, ну, я не знаю, для Приднестровья, для Абхазии, для сейчас ДНР, ну, у России есть какая-то такая супер льготная программа, когда просто раздают паспорта. Нет, нет. Здесь такого нет? Нет, такого нет. То есть, я понял, никаких преференций со стороны России? Да, нет. А Россия вообще как-то участвует в жизни Ивановки? Хоть как-то? Или для России вы тоже абсолютно чужие? Нет. Насколько я знаю, нет. Такого, чтобы прямо они приезжали там и помогали жизни там, нет. Такого нет. Просто приезжают в гости часто. И российский посол приезжал сюда несколько раз. И так просто из России гости какие-то приезжают. Бывает. А так, чтобы именно принимали участие в непосредственной жизни Ивановки, нет. Такого нет. Чем хуже в России, чем вот в Азербайджане? Вот вы знаете, вот показывали по телевизору, например, что ребенок не было денег заплатить за автобус. Его выгнали. И этого ребенка выгнали. Ни один азербайджанец у нас, в нашем государстве, этого не позволил. Они бы этого водителю, извините меня, морду набили бы. Да, да, да. Он встал, 10 человек сейчас поднялись бы в автобусе и сказали бы, не трогайте ребенка, я заплачу. Понимаете? Вот это Азербайджан. Вот это надо прочувствовать. Вот мы это можем почувствовать, потому что мы вот это впитали. Например, у нас приходишь, допустим, я нанимаю человека, вот сделается мне элементарный ремонт. Вот у меня дочка сейчас живет в Краснодаре, вот они приехали, пригласили человека. Он говорит, обои сами будете снимать? Нет. Так, это 200 рублей. Плинтуса сами будете отрывать? Это 100 рублей. Там, не знаю, это Россия. У нас приходит человек, я говорю, что вот комната, мне надо сделать ремонт. Он мне говорит, ханом, так-так, это будет стоить 200 монат. По рукам ударили, все. Я ни к чему не касаюсь. Понимаете? Он мне отдельно не подсчитывает, мне не нужно составлять договор, мне не нужно говорить, что там, не знаю, заверять это где-то в нотарище и так далее. Мужское слово одно бывает. Сказал, все. Вы до сих пор работаете учителем физкультуры? Какая зарплата у учителя физкультуры? Ну, опять же, у нас учитель физкультуры, как и в России, все из нас получают зарплату от количества часов. Ну, я получаю 500 монат. Это сколько часов? Это полный день вы работаете? Нет, я работаю не полный день, где-то... Это 16 часов, это почти, ну, 18 часов, где заставка? У нас 18 часов, у нас ставка дается, да. На 500 монат можно прожить? Вполне. Ну, вполне. Конечно, не шиковать, не будем мы шиковать, допустим, я не буду себе покупать там черную икру и так далее. Но вполне хватает, надо платить коммунальные услуги и семью, допустим, процедировать, вполне хватает. А у вас пенсия? Ну, да. Сколько пенсия? Это смешно. Ну, сколько? Ну, 300. 300? Да. Мало? Мало. Ну, у нас такая пенсия. Я тоже учитель проработала 40 с лишним лет. Ну, такие пенсии. Угу. И на пенсию, вот если прожить, уже сложно? Ну, сложно, конечно. Если нет. Конечно. Надо подрабатывать, естественно, как везде. Вот вы говорите, у вас родственники в России живут, вы же наверняка сравниваете там уровень жизни в России и в Азербайджане? Ну, и что? А что уровень жизни? Где лучше? Это самое... Где проще жить? Если не брать Москву и Питер, а что, дочка живет в Краснодаре, а что, минимальная зарплата какая у них? Ну, 20 с высшим образованием. Угу. Ставка психолога в школе 16 тысяч. Угу. Я знаю, нет, мало, мало. Конечно, примерно то же самое, как и у нас. А что, больше разве? Нет. Жители Ивановки не впечатляет не только уровень жизни в России, но и российская пропаганда. Это все вранье. Это все вранье и лох. Что они говорят? Они все врут. Все врут. Абсолютно. Это кто? Да все. Кто там вот этим занимается. И эти все пропагандисты. Российский вы имеете ввиду? Да. Конечно, конечно. И эта передача, и была бы моя воля, я бы закрыла и это время покажет. И я бы закрыла и эту самую Ираду Зейналову. И я бы закрыла и этого Соловьева, если бы мне дали такую власть. Он купленный армянами в собственном соку. Что вы про Путина думаете? Путина говорит Джану Саусу. Здоровье ему. И все. А что нам? А что мы можем? Мы живем в другом государстве. Мы живем в другом государстве. Смотрите, если вы смотрите российский канал, там же бесконечный Путин. Мы живем в другом государстве. Он ответы дает на ваши вопросы или нет? А у меня какие могут быть вопросы, я живу в другом государстве. Как бы дипломатично вот так вот. Не, ну так разобраться, он разговаривает про российские проблемы. Он говорит о российских проблемах, он про свой жизненный уровень. Я живу в другом государстве, меня больше волнуют насущные проблемы моего государства, моей страны. Ну просто как политику он вам нравится? Внешне как говорит, я не знаю. Говорит он четко, говорит он правильно, говорит он грамотно. Я так, ну как я понимаю, я вообще стараюсь держаться подальше от политики, но насколько я понимаю, президент он умный, грамотный, ведет хорошую политику, но не всегда все выполняется на места, как и везде. Национальные меньшинства в Азербайджане это не только русские. Здесь до сих пор живут, например, евреи. Сейчас их осталось меньше 10 тысяч, но на момент развала СССР было больше 30. У них даже есть собственный поселок Красная Слобода, которая до 1926 года называлась Еврейской Слободой. Когда здесь был, значит, путешествовал в этих краях Александр Дюма, он, значит, был в Кубе и проезжал как раз через Красную Слободу, потому что в то время по-другому никак попасть нельзя было. Был единственный мост, единственная дорога, которая шла из России, и она проходила по тому мосту, если вы там успели побывать наверху, в верхней части поселка, такой арочный мост. Так вот, когда Дюма, он проезжал отсюда в Кубу, то есть через поселок, он имел возможность познакомиться с нашими прародителями, предками, которых всегда, значит, можно было встретить на улице. Тем более, что там, в этом районе Красной Слободы был большой рынок, то есть, можно сказать, привоз, потому что из всех окрестных сел и деревень жители приезжали, привозили свои продукты, продавали, кое-что себе покупали и обратно, значит, отправлялись в Освоясе, как говорится. Ну, так вот, при встрече он, конечно же, беседовал с ними, с жителями. И потом он в своей книге «Путешествие по Кавказу» написал так. Проезжая в Кубу, я проехал через еврейский поселок или еврейскую Слободку, где имел возможность познакомиться с потомками пленников Синахириба. Ну, если взять, что Синахириб – это правитель Ассирии, который когда-то безуспешно осадил Иерусалим, вынужден был вернуться, потому что в войске начался мор. На обратном пути он несколько тысяч семей еврейских семей он взял в плен и вывез оттуда из Святой Земли. И дальше вот эти вот люди, они, значит, как-то… Кто-то осел, кто-то мигрировал, и вот это вот наши предки, у которых еще советская власть не вытравила какую-то историческую память, то есть в советское время мы знаем всякая религия и все остальное, она запрещалась. Так вот, они передали эту информацию Дюма, и Дюма написал об этом в своей книге. Вот если взять нашу историю от этих вот сведений, то мы можем рассчитывать на 2700 с лишним лет нашей истории. Как здесь было во времена Советского Союза? Как-как? Очень хорошо. Хорошо? Хорошо. Люди ездили, деньги зарабатывали, приезжали. Когда было лучше, тогда или сейчас? При Советском Союзе все люди жили. Как Брежнев жил, так и люди жили. Брежнев никого никогда не обезжал. И пенсию оплачивал, и люди все сваду делали, и все жили хорошо. Ну, то есть тогда было лучше? Конечно было. Угу. Он говорит, слабых сейчас очень хорошо, все хорошо живут. Сейчас лучи. Азербайджан богатый народ. Золото есть. Нефть есть. Хлопы есть. Вино есть. Водка есть. Море есть. Все есть. Зависимость экономики от нефти — одна из главных проблем Азербайджана. Отрасль, которая теоретически могла бы помочь стране слезть с нефтяной иглы — это виноделие. Как и во всем Закавказье, климат и почва здесь очень подходят для выращивания винограда. Но Азербайджан — страна мусульманская, поэтому производство вина здесь никогда не было развито так сильно, как в соседней Грузии и Армении. В советское время религия отошла на второй план, и виноделие в Азербайджане развивалось. Местные вины и коньяки были известны на весь союз. Особенно легендарным стал азербайджанский портвейн Агдам. Большой удар нанесла Горбачевская антиалкогольная компания. Половина всех азербайджанских виноградников была выкорчевана. Большинство заводов закрылось. Сегодня виноделие в Азербайджане постепенно восстанавливается. Завод Салаван в городе Габала, на котором мы приехали, основан в 2007 году. Технологии здесь используются не советские, а итальянские. С послевоенного времени в Азербайджане начался бум насаждения виноградников. До 1944 года в Азербайджане было порядка 30 тысяч гектаров виноградников. После 1944 года и до 1984 года достигло количества 278 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, на сегодняшний момент в России всего 80 тысяч. В Азербайджане тогда в маленькой республике было 278 тысяч гектаров. И Азербайджан получал 45% бюджета от виноградовства и виноделия. У нас было 160 заводов, которые занимались переработкой винограда. И 4 завода, которые бутилировали готовое вино. Эта эпоха была в момент нашего президента Гейдара Алиева. Это было еще тогда в ЦК при Советском Союзе. То есть он возрождал, начинал и все это строил. Потом была компания антиалкогольная Горбачевская. И осталось 15 тысяч. Представляете? То есть... Из 278 тысяч практически вырубили все. Осталось 5%. Да, осталось практически под нули. Ну и плюс потом конфликт на Горного Карабаха и так далее. Сейчас идет возрождение. Сейчас у нас порядка где-то 17 тысяч гектаров. Но это уже виноградники, которые принадлежат и частным компаниям в большем случае. Которые занимаются бизнесом, производством вина и так далее. У нас есть гордость большая в нашей компании. Мы стали как производить вот этот уровень. Все остальные подтянулись. Сейчас появилось столько заводов модернизировались. И столько компаний стали выпускать. Потрясающе хорошую очень вина. Понимаете? Совершенно другого уровня. Но я говорю про Азербайджан конкретно. То есть стоило одной компании поставить вот такую планку, все остальные пошли наверх. У нас сейчас всего около 20 производителей. 8 из них делают только вино. Это только винные заводы. Остальные делают и вино, и другой алкоголь. Вернемся к Горбачевскому сухому закону, вырубкам. Насколько я знаю, грузинам удалось свои виноградники отстоять. Почему не удалось вам? Вы знаете, я скажу словами людей иностранцев, которые занимаются вообще вином и вообще виноградарством, винодельем. Они считают, что это была экономическая диверсия против Азербайджана, потому что Горбачев очень не дружил с Алиевым. То есть это была месть какая-то Алиева, вы считаете? Да, он видел в нем очень большого конкурента. Не я считаю, это считают вот так, он видел в нем очень большого конкурента. 45% бюджета страны от виноградарства, представляете? Нефть была еще? Слушай, ну все-таки вы и в Советский Союз добывались, и сейчас добывали. Да, но нефть поступала, большинство доходов поступало же в общую кассу, а это здесь сельское хозяйство внутреннее. Понимаете как? В современном Азербайджане есть только один город-миллионник, конечно, это Баку. Еще три города имеют население более 100 тысяч человек. Но я решил посмотреть, как выглядит современный азербайджанский райцентр, и поехал в Габалу, где живет всего 14 тысяч человек. Мы приехали в Габалу, и сейчас можно посмотреть, как в Азербайджане делают новый вокзал. Это такая относительно небольшая станция, ее открыли в самом конце прошлого года, но сейчас здесь ничего не работает из-за коронавируса. А вообще сюда, по идее, должны будут приезжать туристы на эту станцию. О, для нас даже зажгли подсветочку. Давайте пойдем, посмотрим, как она выглядит. А, подсветка погасла! Вот опять! Да, вот, кстати, о гостеприимстве Азербайджана. В другой стране подошел бы охранник с палкой и сказал, что нельзя снимать стратегический объект. А здесь охранник тоже подошел, но он пошел включать подсветку, чтобы станция выглядела красиво. Обратите внимание. Я, кстати, помню, в Ереване нас выгнали с вокзала. Нам включили подсветку. Первый раз меня не выгоняют с вокзала. То есть обычно на вокзале ты сталкиваешься либо с равнодушием, либо что тебя выгоняют. Ты говоришь, что это стратегический объект, снимать нельзя. А здесь ребята включили подсветку, чтобы у нас получились классные кадры. Это, друзья, не только новый вокзал, это и новая железная дорога. Сюда до Габалы провели железную дорогу. Дорога однопутная, то есть это тупиковая ветка. Здесь есть две платформы, но дальше хорошо видно, что путь только один. И ходить сюда будут модненькие новые поезда Штадлер. Это швейцарская фирма, но везти все будет не из Швейцарии, а из Беларуси. Потому что завод Штадлер находится в Беларуси. Собственно, там их делают, такие двухэтажные поезда. Средняя скорость около 100 км в час. И добраться от Баку до Габалы теперь можно будет за три часа в модненьком комфортабельном поезде. Самое интересное, да, действительно, вот такая новая современная станция, новый классный вокзал. Большая редкость для постсоветского пространства. Потрясающе, друзья, мы приехали в Габалу, а еще в Габалу приехал фургончик с хлебом. Габала говорят, что это местная Швейцария. Как видно, вот, даже немного похожее. На самом деле, это не совсем Швейцария, но там на горизонте горы. Здесь какой-то потрясающий горнолыжный курорт, куда люди приезжают отдыхать. Как жизнь у вас? Отлично. На что жалуетесь? Не бывает так. Что-то должно быть. Все хорошо, все отлично, да? Все нормально, все нормально. Но вообще, несмотря на то, что это один из главных, важных курортов в Азербайджане, выглядит все здесь так подубитенько. Особенно то, что касается городской среды. Вот эти вот повсюду открытые мусорки, довольно грязно, какая-то разбитая плитка, за архитектурой вообще никто не следит. То есть, по сравнению с тем же самым Баку, история прямо супер контрастная. И здесь есть там, опять же, разные мнения. Когда говоришь с одними людьми, тебе говорят, что ну просто руки еще не дошли, вот скоро все будет так же блестеть и сиять, как центр Баку. Все будет так идеально и все будет так прекрасно. Когда говоришь с другими людьми, тебе говорят, слушай, ну понятно, что это просто центр Баку, это картинка для туристов. А простые люди живут совершенно иначе и другие условия в городах, в регионах. И этот контраст, к сожалению, это часть жизни современного Азербайджана. Мы идем по центру Габалы. Мы же не специально и зашли в какие-то там трущобы, нашли специально, там еще раскидали. Нет, мы идем по самому центру Габалы. Здесь какое-то красивое благоустройство с лавочками, с фонариками. Я даже представляю, как мэр этой Габалы перерезал здесь ленточку и говорил, как у нас теперь прекрасно и красиво стало. Он только ни за чем не ухаживает. То есть здесь нога дворника, она здесь не уступала сюда. Тут прямо все выглядит очень заброшено. Лавки все поломаны, половину лавок. Под лавками все в семечках. То есть народ сюда приходит, есть семечки, все в этой шелухе. Но я же не говорю про все эти там пакеты. Ну хорошо, это рынок. Но, блин, если рынок, я не уверен. Смотрите, я был в настоящей Швейцарии. Я был вообще в разных странах и городах. И мне кажется, можно найти способ не складывать гору мусора под дерево в центре города. В общем, смотри, чтоб никто не обижался, надо всегда говорить. Ну, мусор... Нет, конечно, не столько мусора, сколько в Армении. Конечно, даже близко не. И тогда любую критику простят. Да, в городе еще очень много портретов военных, которые погибли. Сейчас прошедшая уже вторая Карабахская война. И даже на витрине фото-видео студии здесь просто все в этих портретах. Если дальше пройти, вон опять очередной портрет. Они висят на витринах-магазинах. Есть специальные отдельные стенды. И повсюду ты едешь и ты видишь портреты бесконечных погибших солдат. На самом деле, действительно, все грустно. То есть, в плане городской среды, что мы были на главной улице, что мы сейчас подошли к какому-то дому, который заселен, не заселен. Но даже если дом не заселен, навряд ли должны были упасть качели. То есть, они же упали. И видно, что не вчера. То есть, все уже ржавое. Вот эти вот бетонные основания тоже выдраны. И вот они там прямо валяются. И опять же, здесь все в каких-то норах. Видно, какие-то собаки что-то там роют. И все прямо совсем грустно. В советское время у Габалы была очень важная роль следить за американскими подлодками. В 70-е годы прошлого века была в полном разгаре холодная война. СССР и США придумали все новые и новые способы уничтожить друг друга. А также все новые и новые способы защититься от уничтожения. Американцы разрабатывали план разместить базу атомных подводных лодок на острове в Индийском океане. Тогда СССР начал строить радиолокационную станцию в азербайджанском городе Габала. Она должна была засечь запуск ракет с американских подводных лодок. Строили Габалинскую РЛС несколько лет, и она начала работать только в 1985 году. Во время войны в Ираке в 1991 году радиолокационная станция зафиксировала все запуски американских ракет. После распада СССР Россия продолжила использовать Габалинскую РЛС без какого-либо юридического оформления. Лишь в 2002 году Баку и Москва подписали договор сроком на 10 лет. По нему РЛС становилась информационно-аналитическим центром. В 2012 году действие договора закончилось, а заключения нового стороны так и не смогли договориться, не сошлись в цене. В итоге РЛС была закрыта, оборудование демонтировали, на этом закончилось военное присутствие России в Азербайджане. Азербайджан не смог придумать, зачем ему нужна радиолокационная станция, в итоге Габалинская РЛС была снята с вооружения и заброшена. Сейчас, правда, подойти туда нельзя, потому что там периметр охраняется, забор, есть местная национальная гвардия, военные и так далее. Но сама РЛС никак не используется, можно только издалека ее пофотографировать. А военный городок, где жили российские военные, он теперь перешел азербайджанцам. И здесь теперь большинство жителей, это обычные люди, которые переселились в бывшие дома, где жили наши военные. Только один дом здесь для азербайджанских военных, но они его заново построили. А все эти пятиэтажки, в которых жили российские военные, они теперь просто используются здесь людьми и идет обычная такая городская жизнь. Сколько здесь населения было, этого военного городка? Ну вот сколько домов видите здесь, здесь около 12 домов, все они были заполнены полностью. Это все, кто на РЛС работал, да? Да, ну и помимо местного населения, они же тоже работали у нас. А я понимаю, что здесь было в основном все русские? Нет, местные тоже здесь. Ну местные, кто работал? Ну в основном, да, именно он. Ну военные это все русские? Да, все были. Военные все русские. А за забором? За забором, только если через забор. Ну бывало, они прыгали, их патруль он плавил. Я имею в виду какое-то русскоязычное население, было русское? Нет. Вокруг? Вокруг одни только местные. Вокруг одни азербайджанцы? А сколько здесь граждан России осталось? Если не ошибаюсь, точно 4 семьи. И все, все остальные уехали? У местных просто есть двойное гражданство, у кого есть, у кого нет. Кто остался военный еще. Вы имеете в виду, те военные, которые здесь остались, они получили двойное гражданство? Да. Ну вот раньше это была такая типичная проходная для советского военного городка. Здесь жили военные, вход по пропускам, забор, ворота. В общем, все такое родное и хорошо знакомое. И что интересно, здесь сохранилась даже советская телефонная будка. Самого аппарата нету. Вот. Но остатки будки до сих пор здесь стоят. Ну и все, нет терняково-пропускного пункта. Войти можно теперь совершенно спокойно на некогда закрытую территорию. Все бросили. Азербайджанам нужно 350 миллионов, вместо семьи. Поэтому раз я Путин сказал, давайте осветяй. Мы тебе 350 миллионов не платим и не нужна наша часть. Так, и что вы довольны или нет? Я всегда доволен. И тогда было хорошо, и сейчас хорошо. А сейчас чем занимаетесь? Магазин. И тогда был магазин, и сейчас есть магазин. И когда умиру, тоже магазин мой. То есть главное, чтобы был магазин. Дом есть. Четыре штука. Дата есть. Четыре дома у вас? Да. Дата есть, сто есть. Живу как хочу. Хочу гуляю, хочу не гуляю. Сейчас вот так самат. Как хочешь. Да, ну и вот собственно местный мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. И видно, что находится он в не очень хорошем состоянии. Здесь был вечный огонь. Тут все, что от него осталось, это памятник солдатам. Видно, какое-то было местное, опять же, локальное творчество. Потому что с точки зрения там скульптуры сделаны они так весьма странно. Ну и в принципе, здесь все заброшенное. По-моему, уже никто это не воспринимает, как какой-то памятник. Просто остатки какого-то старого бетона. А это остатки фонтана. Он называется олень и тюлень. Мне кажется, он так должен называться, потому что здесь есть олень и есть тюлень. Ну понятно, фонтан тоже не работает, и все здесь заброшено вокруг. Выглядит, конечно, это все так довольно грустно. При этом, опять же, судя по состоянию инфраструктуры, это было заброшено еще в то время, когда здесь были российские военные. Потому что навряд ли за 8 лет все это пришло в такой упадок. У нас тут просто потрясающая площадка. Значит, во-первых, лестница «Змея». Я первый раз такую вижу. Это бывшая советская, потом российская военная часть. И они сделают такую площадку. Конструкция, по-моему, совершенно не типовая. Не знаю, поправьте меня, если вы видели у себя во дворе вот такую вот змею. Тут еще есть просто потрясающий слон. Такой вот, есть такой вот слон. И есть еще паровозик. Я, если честно, в других городах ничего подобного не видел. Мне кажется, это, возможно, какая-то уникальная детская площадка. Здрасте, как дела у вас? Нормально. Можно с вами немножко пообщаться? Давай, пожалуйста. О, замечательно. Вы такой жизнерадостный человек, у вас потрясающий балкон. Это у вас самый красивый балкон в этом городке? Давно, давно. А вы давно здесь живете? Да, 35 лет. 35 лет, то есть еще при Советском Союзе сюда приехали? Да, да, да. А кем работали? Как вы здесь оказались вообще? Муж военный. У вас муж военный? Да. А работал вот на этой РЛС, да? Я работаю на РЛС. И вы работали там? Да, да. А вы чем занимались? Уборкой. А вы там работали уборкой? Да. А что поменялось? Да. Были правила, были законы, то есть как бы военный городок, военные уставы. После того, как все изменилось, когда ушли советские военные, то все изменилось, конечно, в худшую сторону. Поэтому очень многие жители местные недовольны. Ну, так вот как бы сами видны. Да, а почему такая разруха? Фонтан не работает, лавки все поломанные. А вы здесь живете? Да, я русский воинский служитель. А чем занимались? Там начальник радиостанции. Какое звание? Звание старший прапорщик. Старший прапорщик. Да. А до какого года служили? 98 декабря. 98, потом уволились, да? Да, да. Так, ну и расскажите, как служба-то была? Да, занимались. Чем занимались? А сейчас не работает РЛС, да? Да, нет. Давно закрыли. А почему закрыли? Не знаю, там ушли и все. А теперь там что-то заброшено, да? Нет, там охраняют. Ну охраняют, да, но она уже не работает. Не работает, нет, она уже старая. Не работает, нет. Понятно. Она не работает. А вообще место такое довольно интересное. Бывший военный городок, в котором время так остановилось. Довольно так непривычно это видеть. Например, после того же там Баку, где вкладываются огромные деньги на реконструкцию этих улиц. Там реконструировали все дома, строятся эти вот небоскребы. И когда ты приезжаешь в Баку, у тебя действительно есть картинка, что страна там процветает. Но стоит вот отъехать. И в регионах есть места, которые выглядят так немножко странно и заброшенно и неухоженно. Потому что, судя по всему, здесь за последние лет 20-30 практически ничего не делали с точки зрения благоустройства и среды. Подведем итог. Азербайджан многим похож на Россию. Подъем экономики в обеих странах начался благодаря росту цен на нефть. У власти находятся правители, похожие друг на друга в методах правления, любящие грандиозные стройки и вложение денег в имиджевые проекты вроде гонок Формулы-1. Но Азербайджан сегодня очевидно склоняется в сторону Турции, а не России. В недавнем обострении Карабахского конфликта Турция показала свое сильное влияние в регионе. Причина, в первую очередь, в общей религии и близости азербайджанского и турецкого народов. Но факт остается фактом. О многолетнем пребывании Азербайджана в составе СССР сейчас уже почти ничего не напоминает. Азербайджан 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 Субтитры создавал DimaTorzok